Добрый вечер! Пожалуйста, в чат поставьте плюсики, есть ли и звук, хорошо слышно и видно. Вепка в левом углу, презентация по центру, чат тоже слева. Вот в него просьба плюсики как раз и написать, если все хорошо работает, слышно, видно и так далее. Так, ну, отлично. Значит, начинаем вебинар по Vue.js. Для тех, кто у нас первый раз представлюсь, зовут меня Дмитрий. Ну, в принципе, вот внизу слайда ссылка на сайт, если интересно, можете зайти, почитать подробнее. А мы давайте сразу к делу перейдем. Вот видел интересный вопрос в чате, такой, может быть, он был более риторический, а может быть и нет. Как бы вопрос в таком духе, зачем нужны фреймворки, если можно изобрести свой велосипед. Вот давайте перед тем, как начинать смотреть на Vue, сначала попытаемся ответ на этот вопрос понять. Вот, что пришли, зачем вам фреймворки? Зачем вам фреймворк Vue, например? Зачем вообще фреймворки? Почему это так ценится в современном мире? Да, вот требует. Ну, а почему требует? Просто так, потому что вредные, что ли, или потому что это модно? То есть действительно требует, там, умение нормально строить приложение, там, на основе Vue, Angular или React, дает автоматически зарплату больше сотни. По Москве, по крайней мере, при том, порой и существенно больше сотни. Так, упрощение написания, стандартизация, компонентный подход, масштабируемость, универсальность и так далее. Так, ну, в принципе, да, вы правильно пишете, вот, самое главное, зачем нужна какая-то стандартизация и зачем вообще существуют фреймворки в любых языках, это, конечно, и ускорение работы, но и еще очень важный момент, это то, чтобы программисты могли работать в одной команде, и чтобы, когда один программист, допустим, уходит из проекта, его куски кода могли другие люди понять. Потому что, если, допустим, пишется большой проект, и там используется jQuery, и нет никакой архитектуры, кроме той, которую придумывает сам автор этого кода, то потом такой код разобрать практически нереально, и его гораздо проще переписать. Имеется в виду, если проект не маленький, а какой-нибудь средний или большой. Поэтому для любителей изобретать свои велосипеды, вот, если кто хочет свой фреймворк изобрести, я, в принципе, ничего против не имею. То есть, просто для этого, во-первых, джест надо знать намного лучше, во-вторых, чтобы сделать фреймворк уровня Vue, надо просидеть будет очень-очень долго. Вот как-то так. Поэтому фреймворки в современном мире рулят, у нас есть три супер крутых вещи, это Angular, React и Vue. Вот сегодня посмотрим на Vue.js. Итак, вопрос, что лучше, jQuery или Vue? Ну, в чате просьба, кто как считает, вот ответьте. Что лучше, jQuery или Vue? Так, вот интересно на настроение посмотреть. Так, как самосвалы Mercedes, для каждого свои задачи. Своевременно вопрос задали, да. Значит, скажем так, я сейчас мог бы, конечно, сказать, что там нафиг jQuery забываем, только фреймворки, только Vue. Но, если честно, я вот и для себя так решил, и на подобные вопросы всегда отвечаю так, это зависит от задачи. То есть, смотрите, если делается какой-то лендинг, на котором нужен просто тупо слайдер фотографий в шапке, нужна отправка формы, пусть даже AJAX, нужно еще что-то, и этот проект не собирается масштабироваться, это просто тупо лендинг, то не нужен вам там ни Vue, ни React, тем более. То есть, там вот ничего лучше jQuery в мире до сих пор нет, потому что вы туда закидываете кучу готовых плагинов, слайдеров там и прочего. Этот проект делаете буквально там в течение часа, весь JavaScript у вас оказывается готов. Фреймворки, самое главное, что нам дают это не только инструменты в плане удобства, а самое главное, что есть во фреймворках, это расширяемость. Поэтому, если вы делаете небольшой проект, когда расширяемость особо не нужна, то, на мой взгляд, ничего удобнее jQuery так и не придумали. А если это проект, который будет требовать расширения в перспективе или прям сразу, то, конечно, фреймворки нужны. То есть, просьба плюсы поставить, если понятна такая картина, которая сейчас в мире наблюдается, то есть на маленьких проектах обычно всем все равно, что вы используете, хоть jQuery, хоть на чистом JS пишите, но вот на более-менее крупных или даже средненьких проектах уже фреймворки обязательно просят. Вот, видел интересный вопрос по поводу различия Vue, точнее, React и Angular. На самом деле, это будет очень долго, если я буду это рассказывать. Поэтому сейчас я вам скинул ссылку, сейчас скину еще одну. Есть на Vue.js замечательная статья про сравнение Vue с другими фреймворками. Вот, если кому интересно, да, мы-то сейчас сразу, наверное, кодить пойдем. Вот, если вам интересно, да, почитать, то прочитайте. Так, ребята сказали наоборот. Для больших... не, ну для больших jQuery, это, конечно, очень прикольно. Ну ладно, я не буду другие рекомендации комментить. Вот, это уж сами разбирайтесь, кого слушать. Но jQuery для больших проектов, это, конечно, прикольно. Они сказали. Так вот, значит, по поводу программы, чем мы сегодня займемся. На самом деле, я вначале, конечно, покажу, как Vue.js подключается и какие-то основы. Но, если честно, мы сразу убежим из такого ненастоящего программирования на Vue. Быстро сделаем Vue.clay. И после этого будем писать по-нормальному. То есть будем использовать настоящий компонентный подход. Будем разбивать этот код на файлы. У нас там сразу появится веб-пак. Будем делать экспорт и импорт этих компонентов. То есть, чтобы вы увидели, как процесс разработки ведется на самом деле. Потому что простые примеры, типа, подключили в Vue.js, написали там Vmodel и вывели эту переменную на экран. Это слишком избито и в интернете такого навала. Значит, по поводу записи. Да, вот кого запись интересует на двух YouTube-каналах, это появится. На моем и на канале Школа современных технологий. Появится, наверное, завтра утром. Ну, а мы давайте сейчас потихоньку перейдем к делу. Значит, по поводу React, Angular и Vue. Вот я все-таки хочу немножко прокомментировать, почему, например, сегодня показываю Vue. Кто из них самый популярный? Кто что слышал по этому поводу? Вот есть Angular, есть React, есть Vue.js. Вот кто самый популярный? Так, React вроде самый популярный. Да, это правильный ответ. React самый популярный. На Upwork вакансии по React занимают пятое место среди всех веб-вакансий вообще, или, по-моему, даже вообще среди всех вакансий. Популярнее React только всякая дичь типа биткоина и блокчейна, на который мир сейчас повихнулся. Ну, когда-нибудь это закончится, а React останется. Вот, и React, конечно, он самый крутой в плане количества заказов, в плане так называемой экосистемы, то есть всяких плагинов под этот React уже написанных. Вот, но, значит, почему я, например, всем рекомендую начинать, переходить от jQuery к компонентному подходу с помощью Vue.js, потому что в React весьма крутая кривая обучение для новичка. И Vue в этом плане самый дружелюбный, потому что Angular требует TypeScript сразу, React требует JSX, шаблоны на нем писать. Их дольше настраивать в плане того, что нельзя там подключить в одной строчке кода с сервака и сразу попробовать. В этом плане, когда делали ребята Vue, они старались делать так, чтобы Vue могли пользоваться все. И в мелкий проект мы могли бы ее подключить как jQuery и написать там несколько строчек кода, и могли бы использовать в серьезной разработке, так же как React, Angular, деля код на компоненты, используя пак для сборки проекта. Вот, как же Node.js, он сейчас в топе. Но Node.js я не помню. Я вот когда просматривал этот список, запомнил только React на пятом месте и вверху всякие веселые темы другие. Так, у Vue еще пишут очень классные доки. Да, вот согласен, документация по Vue просто великолепная. Я когда после React открыл Vue.js, я, наверное, нормально, более-менее нормально на Vue стал ориентироваться через сутки после того, как открыл. Но это зная React. То есть, зная jQuery, если бы я это открыл, то тут бы пришлось гораздо дольше разбираться с этим совсем. Вот, держите ссылку на русифицированный раздел Vue. Ну и первое, что я вам хочу показать, вот почему многие любят Vue, это связано с тем, что в отличие от Angular и React Vue очень легко подключается в любую веб-страничку. Для этого достаточно, как они пишут, просто тупо вставить любой тег. Ну, не любой тег, а тег-скрипт с ссылкой на Unpacked Vue. И, собственно говоря, после этого можно уже начинать что-то делать. Ну и самый там у них классический пример, который есть у них на сайте, это единственный типичный пример, который мы сегодня напишем. Просто для того, чтобы было, да, для того, чтобы вы увидели, что в любой сайт это легко встраивается. То есть, создается некий экземпляр Vue с полем, допустим, EL, то есть, со ссылочкой на элемент, в который мы хотим, чтобы выводился наш Vue-компонент. И вот теперь мы можем работать, собственно говоря, с этим элементом. У нас создается так называемый экземпляр Vue. Вот, кстати, по поводу начального уровня знаний. У кого... какая самооценка в JavaScript по пятибалльной шкале? Так, вот Vue замена jQuery не совсем, я бы так не сказал. Может быть, когда-то вытеснит, если будет сделано много компонентов под Vue. Ну, просто пока у jQuery столько много стандартных решений типа jQuery плагинов, да, то вот большинство будет использовать для мелких проектов его. Так, раз пишет, что на ваш курс ходил, значит, пять, конечно. Но все-таки этот курс тут назывался JavaScript для верстальщиков. И, честно говоря, в JavaScript есть очень много веселых тем, типа тех же промисов. Вот, я думаю, про промисов сейчас очень мало людей плюсанет, кто про них не то, что слышал, а кто в них уверенность и ощущает. Вот, так что... Да, ну я вижу, нормально, нормально. Если оцениваете там 3, 2 и так далее, ну нормально, да, плюсики есть. Молодцы, молодцы. Так вот, по поводу начальных знаний. Чего вам нужно, чтобы уметь работать с Vue? Ну, вот почему jQuery из этого мира еще долго не уйдет? Потому что там порог входа гораздо более низкий. Потому что, когда вы работаете с Vue, у вас сразу присутствует объектно-ориентированный подход, да, и вы должны в ООП хоть чуть-чуть ориентироваться, хоть чуть-чуть в нем себя нормально чувствовать. Потому что, честно говоря, когда вы создаете экземпляр Vue, то вот поля, которые вы здесь будете прописывать и методы, которые вы будете создавать, они фактически для вас выглядят так же, как будто вы пишете свой собственный класс. То есть вы интегрируете эти поля и методы в тот экземпляр Vue, который будет создан, и вам, соответственно, придется уметь работать со словом ZYS, понимать, когда у вас там контекст такой, когда контекст другой и так далее. Вот, но самый сбитый пример, который они любят показывать, который не они, а все любят показывать, чтобы показать миру, что такое реактивность данных, это пример примерно такого рода. У экземпляра Vue создается объект Data, в котором мы придумываем поля, которые у нашего компонента, вот этого, у нашего экземпляра будут. Ну, например, я придумал какой-нибудь компонент name, который по умолчанию равен пустой строке. И буду выводить вот сюда в шаблон, значит, данную переменную name. Ну, собственно говоря, а вот здесь еще добавлю такую забавную штуку, как vmodel name. Вот, это такой самый стандартный пример, самый избитый, который вы найдете на Vue.js, как только откроете этот сайт. Я вам сейчас хочу его показать только для того, чтобы начать разговор о теме того, что же такое реактивность данных и откуда она берется. То есть, вот это единственный пример сегодня, который избитый, взятый из интернета, все остальное будем писать более веселое, более забавное. Так, сейчас я открою данный пример. Вот обратите внимание, после загрузки страницы у меня пропала вот эта самая штука name, взятая в фигурной скобке с каждой стороны. Как вы думаете, почему она пропала? Куда делась имя? Почему его мы не видим? То есть, вот вроде name был, а вроде потом он куда-то исчез. Так, оно пустое во Vue. Да, name пустое. Это правда, подстановка значений. То есть, когда страничка загрузилась, то у нас после того, как отработал вот этот кусок кода, теперь Vue управляет содержимым вот этого diva с idup, и, собственно говоря, он подставляет переменную в то место, где написаны, ну, например, вот фигурные скобки имя этой переменной. Соответственно, если бы у меня эта переменная была другой, то после загрузки документа она бы отобразилась. Притом, заметьте, забавно, мы видим сначала name, вот, не знаю, в трансляции вроде у вас мелькало, да, видим name, потом подгружается в Vue на строке 13, запускается вот этот скрипт, и, значит, после этого мы видим замену переменной на ее значение. Да, то есть вот так вот это работает. Только после загрузки страницы, разумеется, все начинает происходить. Ну, а по поводу вот этой странной штуки под названием vModel, которую вы здесь видите, да, ну, вот любимый пример, вообще всех, абсолютно всех, когда начинает идти разговор про Vue, это то, как легко связываются данные из того же самого инпута и переменная, которая у нас выводится на экран. Так, вот Михаил спрашивает, а что весь сайт потом так будет моргать? Ну, не совсем. Дело в том, что вот таким образом Vue, как правило, достаточно редко встраивается на страничку, потому что Vue дает силу именно в те моменты, когда у нас HTML-код появляется на лету, когда он появляется динамически, этот HTML-код. Потому что если у вас есть задача просто связать вот этот инпут с именем, который уже есть на странице, то тут и jQuery решит эту проблему в три строчки кода. Да, и поэтому Vue, вот обратите внимание, в таком виде своего использования, он, кстати, и с точки зрения SEO совсем не крут, потому что это с точки зрения SEO-робота невалидный код, нет никакого атрибута vModel, значит, и hello, он прочтет здесь в фигурных скобках name. И Vue на самом деле используется-то не так. То есть вот эта возможность имя оставлена разработчиками фреймворка, но они задумывали не это. Это просто для того, чтобы люди могли попробовать, руками поковырять, вот так вот быстро посмотреть, что Vue из себя представляет. А на самом деле так и элементы описывать неудобно, и крупное приложение так никогда не сделаешь. И фактически, когда Vue работает, у него есть, допустим, один корневой элемент, внутри которого происходит уже все, что нам нужно. Поэтому, конечно, все вот эти фреймворки Vue, Angular и React, они лучше всего подходят для так называемых single-page application. То есть когда у нас одна страничка приложения запускается, а дальше все происходит внутри. Это именно самое приятное, что можно писать и на Angular, и на React, и на Vue. Такой пример. И самое главное, что здесь интересно, вот что здесь хотелось бы понять, это реактивность данных, каким же чудом она берется. По сути, сейчас мы установили следующее. То есть такими короткими командами Vue реализовала следующую логику событий. Vmodel – это не что иное, как просто подписка на события под названием input, которая происходит на любом поле ввода. И здесь происходит следующее. То, что вот этот вот самый input принимает события. Да, у события любого есть переменный event. У таржета есть, собственно говоря, у этого input атрибут value. И вот этот атрибут value просто-напросто записывается в поле нашего экземпляра Vue, в поле, которое мы здесь указали, в поле name. То есть никакой магии здесь нет. Vue на самом деле просто-напросто берет, отслеживает события on input на вот этом самом поле, на input, и перезаписывает нашу переменную name. Такое вы Energy Query реализовали бы в 2-3 строки кода. Вопрос в другом. Каким же чудом меняется не только значение input, а не только переменная name, но каким же чудом она сразу вот сюда выводится? Значит, кто знает, в чем основа реактивности? То, что у нас меняется переменная, и мы сразу на страничке видим произошедшие изменения. Так, дом, геттеры и сеттеры. Да-да-да, правильный ответ. Виртуальный дом – это очень хорошо, но виртуальный дом служит только вспомогательным инструментом, чтобы наши элементы внутри этого экземпляра Vue внутри тега, который экземпляром Vue контролируется, чтобы элементы обновлялись оптимальным образом, и чтобы Vue мог их контролировать так, чтобы не перезатирать там нафиг вообще все. А вот основа реактивности – это не виртуальный дом, это геттеры и сеттеры. Плюс, а не те, кто про геттеры и сеттеры в JavaScript никогда не слышал. Так, ага, отлично. Да, очень много. Поэтому вы сейчас не переживайте, мы на некоторое время со Vue слезем. Вот, и я вам покажу очень забавную штуку. Значит, издевательская пародия на Vue.js. Но просто хочу показать вам, откуда берется эта реактивность, чтобы вы не думали, что во Vue.js стоит какой-нибудь сет таймаут, который каждые 20 миллисекунд проверяет, изменились ваши данные или нет. Да, вот я вижу, с улыбками пишут, что на дворе 2017 год, а про геттеры и сеттеры так много плюсов, что не слышали. Понимаете, мир сейчас устроен так, то что вот все читают на хабре, какие замечательные React, Angular и Vue. Они читают это 2 года, 3 года читают, но пишут до сих пор на jQuery. Большинство людей не приняли, точнее, как сказать, не то, что не приняли, а еще не нашли в себе силы, не нашли времени разобраться в каком-нибудь из фреймворков. Вот в чем дело. Да, ну плюс правильно пишут куча новичков. А так людям хватает многим jQuery для того, чтобы решать свои задачи, и они не торопятся никуда переходить. Ну, а новые стандарты, читать их приколы, это тоже уже по желанию. Итак, сейчас я покажу вам вот такую забавную штуку. Давайте, пожалуй, тоже в хроме открою. Так, одну секунду. Открываю вот этот пример в хроме. На экране видим грустную единицу, но тут нас интересует немножко другое. Итак, я решил поиздеваться над Vue.js и на 45 строчек написал пародию на этот замечательный фреймворк. Разумеется, чтобы он работал так же, как Vue.js, так же хорошо надо написать не 45 строчек кода, а где-то на 80 с лишним килобайт минифицированного кода, но я хочу показать именно основу реактивности. Внимание, новый стандарт. Плюсы-минусы и S6 знаете, не знаете? Уже S6-то надо основы знать. Так, по-разному, да? Сейчас придется тогда на YouTube... Не, шестой еще плохо где работает, это правда, но ведь есть же Babel, который его замечательным образом преобразует. Писать-то хорошо на шестом, а пусть потом его другие ребята за нас преобразуют. Так, вот держите, кто не знает S6, ссылку на видео на моем YouTube-канале, потом при случае посмотрите, ссылочку сохраните. Так вот, что у нас здесь происходит хорошего? Класс MyView. Конструктор, который принимает один объект Settings. Что он делает? В Settings передается такое поле, которое называется EL, ну то есть элемент, да, один. И мы вот этот элемент сюда как раз засылаем в ссылочку на наш DIV с классом OrderLine. При этом мы туда передаем поле Template, которое есть, разумеется, и во Vue.js, такое свойство передаваемого объекта, и передаем еще объект Data, у которого поле AIR равно единице. И вот что происходит дальше? Сейчас самая абстрактная тема, которая сегодня есть, и самая забавная. Итак, конструктор. В поле EL положили Document Query Selector, сделали пустой объект в Data, $data я назвал эту штуку только потому, что во Vue.js есть такое же поле, this template, темплей тоже неинтересно, просто сделали поле у созданного объекта. И вот тот код, на котором надо сосредоточиться, который рассказывает о том, что отдает нам реактивность. Идет перебор всех переданных полей, которые у нас есть в вот этом самом Data, вот здесь, ну пока у нас одно поле A. И смотрите, что дальше происходит. Object.defineProperty. This — это ссылка на текущий объект. Key — это получается поля из переданного объекта Data, то есть это, например, наша буква A. И смотрите, что мы в нее ставим. Оказывается, в JavaScript такое есть. Кто как понимает, что такое геттеры и сеттеры? Вот, может быть, в других языках слышали? Потому что у нас было в объекте Data передано простое поле A. Теперь мы в текущий объект по ключу A присваиваем не просто единицу, а присваиваем целый какой-то объект с ключами GetEsset. Принимают, отправляют. Да, получение или запись значения свойства. Ага, да, это совершенно верно. И в PHP такое есть, и в C Sharp такое есть. И в JS, к счастью, появилось. Так вот, геттер здесь просто-напросто отдает текущее значение. То есть смысл какой? Когда мы обратимся к созданному экземпляру по ключу A, то мы залезем в внутренний объект Data и оттуда этот ключ возьмем. Если же мы попробуем по этому ключу новое значение установить, то помимо того, что мы запишем его в наше хранилище, помимо того, что произойдет само присваивание, мы можем запустить произвольное любое действие. И вот именно таким образом мы можем запустить обновление компонента, обновление экземпляра, именно в тот момент, когда мы у него поменяли любое свойство. Совершенно любое. То есть вот она основа реактивности. Да, мы запускаем метод Refresh. Этих методов во Vue уже нет. Это я сам придумал просто, когда быстренько сочинял эту пародию. Ну а метод Render здесь работает не очень интересно. У него есть очень простой паттерн, который по регуляркам заменяет все найденные значения внутри двух открывающих и двух закрывающих фигурных скобок. Делает он это с помощью метода Replace и Callback. Ну и, собственно говоря, если он находит то, что имя переменной, написанной в фигурных скобках, найдено в нашем объекте Data, то, собственно говоря, он возвращает этот самый значение этой перемены. Если он его не нашел, он просто это оставит таким, как там и было написано, то есть с этими фигурными скобками и с именем. Вот такая короткая пародия на Vue в 45 строк с главным действием с 9 по 17 строки. И самое веселое, что здесь происходит, это то, что данная система на самом деле работает. То есть после того, как мы сделали такой экземпляр пародию, сразу после этого, вот давайте посмотрим скритс, mv присвоить myView, я могу в консоли совершенно спокойно написать mv a присвоить 2, и смотрите, что произошло. Могу написать присвоить там и много всего написать. Вот, то есть вот такое маленькое количество строк, дает реактивность, потому что ее дает не виртуальный дом, ее дают getter и setter. Как работают get и set? Get и set работают так, то что я сейчас в консоль log выведу вот эту нашу переменную mv. Вот экземпляр myView. Смотрите, что тут есть. Мы задали для myView в конструкторе поле a, и это поле a, видите, у него есть какое-то значение, но для него заданы так называемые getter и setter. И вот когда я буду в консоли, допустим, прописывать mv.a, то JavaScript не отдает нам значение этого поля сразу. Идет обращение к так называемому getter, когда я тянусь к этому полю. А вот когда я присваиваю в него что-то, это означает то, что запускается вот этот самый setter, который мы соорудили. И он помимо того, что просто меняет значение поля mv.a, он помимо этого еще как бы берет и запускает наш refresh в данном случае. То есть вот так вот вью делает реактивность. Точно так же реактивность устроена абсолютно везде, где она сделана за счет getter и setter. И тем, кто хочет со вью познакомиться, вам не надо понимать, как я написал эти 45 строчек кода. Вам главное просто-напросто понимать то, что вот откуда берется реактивность. И именно за счет этого в вью, когда вы просто из input положили данные в переменную, в поле класса, оно сразу распечатывалось в нужное место документа, где было использовано. Вот, плюс аните, если понятно, что реактивность это getter и setter. Вообще советую про getter и setter почитать. Тема полезная. Вот, ну а мы с вами сейчас начнем уже писать код на вью.js. Да, вот это, наверное, самое сложное, потому что вью с нуля написать гораздо сложнее, чем использовать вью. Рефреш стандартный метод ES6. Не, ни в коем случае. Это я пишу класс под названием myview. Я просто придумал метод refresh, придумал метод render и так далее. Вот, но, значит, этот подход, который я здесь реализовал, это, конечно, несерьезно, потому что у нас сейчас в темплейте один параграф, а если бы здесь было написано 10 тегов, и в них выводилась бы одна переменная, то при изменении значения этой переменной ререндерились бы все теги. И поэтому что вью, что реакт приносят идею виртуального дом. То есть у них здесь в методе render есть очень умная прослойка, которая следит за тем, при изменении текущих данных, какие элементы надо обновить, на какие элементы подвесить события, на каких оставить, innerHTML, каких элементов переписать, какие атрибуты у них заменить. Это все контролирует мозги под названием виртуальный дом. Виртуал дом. Она устроена во вью и в реакте по-разному, но для нас это не имеет никакого значения. Мы можем начать писать код на вью. И вот сейчас мы после первого получаса переходим уже к разработке нормального приложения на вью. Так, то есть все это быстрее работает с дом, чем в jQuery. Конечно, намного. Потому что в jQuery вы, когда динамически какие-то теги меняете, вы их переписываете все. А эти ребята контролируют изменения, обновляют только те куски, которые нужно. На сайте вью есть ссылки на какие-то тесты по поводу скорости. В общем, в сети многие отстаивают мнение, что вью работает быстрее всего. То есть и быстрее в реакте, и быстрее ангуляра. Вот, хотя, как бы, это под вопросом. Я думаю, там, как тест проведешь, такие результаты получишь. Так, Михаил пишет, что SPA понятно, это single-page application, но имеет ли смысл интернет-магазин писать на вью, например? Это гораздо более сложный вопрос, потому что там у вас будет проблема с тем, что PHP должен генерировать контент и отдавать его в каком-то виде на клиента. В частности, это будет индексировать войсковик. И вью, возможно, эти компоненты тоже должен ререндерить. Вот это действительно замкнутый круг. И тут вам не поможет ни вью, ни ангуляр, ни реакт. Это достаточно нетривиальная задача. Ну, например, имеется в виду следующее. Вот давайте я покажу это на примере интернет-магазина. Тут нету вью, просто для понимания. Так. Вот здесь, по-моему, больше всего вариантов. Три селекта. Значения второго селекта завязаны на первый, значения третьего селекта завязаны на, допустим, первый и второй. Проблема в чем-то, что на вью написать эти селекты вообще легко. Пусть там мы выбираем в первом селекте данные, и второй селект пишется в зависимости от первого. Проблема в том, что вам на PHP надо сгенерировать такие же селекты для первичного показа. И это приводит к двойной работе. Вот, это не очень приятно. И это единственная проблема, почему как бы и ангуляры, и реакты вью, такие сайты люди не любят встраивать, и продолжают на jQuery много чего делать. Вот, там есть свой нюанс, это гораздо более сложная тема, у нас вебинар про другое. Там доходит вплоть до того, что используют генерацию JavaScript кода на PHP с помощью библиотеки PHP V8. Движок jQuery, исполняемый на PHP на стороне сервера. Вот, там много проблем. Но у нас сейчас другая задача. Давайте мы перейдем к работе с вью, и основы вью я вам буду показывать в рамках настоящей работы с этой библиотекой, то есть никакого подключения скриптов левым способом, никакого написания кода вот таким образом, потому что есть замечательный инструмент, который перевернул мир, как бы, какой инструмент мир перевернул. Так, вот Дмитрий спрашивает, зачем эти фреймворки, если с ними есть проблемы. Но с ними нет проблем для очень популярных single-page applications. И с jQuery просто проблем будет намного больше. Так, Webpack, Gulp, CDN, сборщики. А и Gulp и Webpack, они на основе чего-то работают. Все эти сборщики проектов. Так, ну да, на основе Node.js, конечно. То есть есть такая замечательная штука, как Node.js. Вот, консоль. Среди вас случаем есть еще те, кто вообще никогда себе Node, еще Node не установил себе на компьютер. Признавайтесь, есть ли такие? Ага. Так, ну немного плюсов, это хорошо. Надо ставить. А то вот, как бы, отстали от прогресса уже года на два, на три. Потому что без сборщиков проектов сейчас совсем все тяжко. И кто не знает, как Node установить, да, кто ни разу не устанавливал, боится вообще консоли, я вам сейчас скину ссылку на еще одно видео со своего YouTube-канала. Тоже сохраните ссылочку. Так. Установка NPM, например, компиляция SAS. Вот такая ссылка. Это для тех, кто Node еще себе не поставил, посмотрите при случае. Зачем нам Node? Дело в том, что если мы зайдем во Vue руководства и нажмем на вкладку установка, то тут будет маленький раздел по поводу подключения с помощью тега скрипт. И будет написано, что лучше это устанавливать через NPM. И, например, инструменты командной строки Clive. И сейчас вы увидите, зачем оно нужно и почему это на самом деле удобнее и Angular, и React. У меня уже установлен модуль Vue Clive в глобальном варианте. NPM, LS, G, минус минус, депс 0. Обратите внимание, у меня установлен Gulp Clive и у меня установлен Vue Clive. Так вот, что нам Vue Clive позволяет сделать? Допустим, мы хотим сейчас сделать Single Page Application, арифметический тренажер, такой достаточно нормальный. И хотим это сделать по-хорошему, по-нормальному, чтобы у нас были компоненты, чтобы компоненты лежали в отдельных файлах, чтобы был веб-пак, который это все соберет. И вот Vue у них философия такая. То, что хороший фреймворк не должен требовать двух часов установки. Вот так они и говорят. И для этого они придумали Vue Clive, который позволяет с помощью коротенькой команды сделать стандартную сборку нашего проекта. Выглядит это примерно так. Вы сами дома можете это сделать, и можете даже прямо сейчас это делать. Мы просто пишем, например, Vue. Vue, да, это мы обращаемся к модулю Vue Clive. Давайте я запущу эту команду. Вот, обратите внимание, usage Vue command, init list build help. То есть мы можем либо инициализировать проект, либо что-то другое сделать. Ну, я, допустим, напишу init и попрошу, чтобы мне дали веб-пак в режиме simple. Вот и все. Generate project in this directory. Скачивает все, имя проекта устраивает. sas использовать не будем. Смотрите, какое чудо после этого произошло. По-моему, в папке 2017.11.22 ничего этого не было. Он просто-напросто сам зафигачил нам сюда всю систему сборки. Правильно настроенный веб-пак конфиг. Вот он. Индекс HTML со стандартными вещами. в src, main.js и upvue.js, корневой компонент, начиная с которого мы сможем что-то делать. И начать работать теперь с этим всем очень просто. Мы делаем просто-напросто npm install. Зачем? Чтобы по пакетж-жесону установились все модули, которые нужны для начала серьезной настоящей работы. Вот это займет у нас некоторое время, пока они скачиваются, потому что я хочу все показать подробно. И пока они скачиваются, давайте посмотрим, на то, как они предлагают начать эту работу. Они говорят, что у вас всегда пусть будет файл main.js, который всегда работает с одним экземпляром view, корневым. Он просто-напросто тупо в элемент с ID-шником, допустим, up, вот этот div, рендерит. Ну, здесь написано стрелочная функция, но по-простому он, короче, рендерит вот этот единый корневой компонент up в наш div решетка up. Они рекомендуют это не менять. То есть у вас по стандарту пусть остается файл main.js, и вы меняете просто-напросто вот этот самый up.view. Тьфу. Слишком много слушаю английского. up.view, это наш корневой компонент, внутри которого мы будем все делать. И давайте сразу посмотрим на то, что из себя такой компонент представляет. Template, скрипт и style. Забавно, правда? html-код, javascript-код и css-код все в одном файле. Как вы думаете, это хорошо или плохо, то, что у нас html, css и jss в одном файле? Или лучше бы они у нас лежали вообще в разных папках? jss весь в одной папке, значит, css в другой папке, там html в третьей папке. Так, хорошо, плохо. Нормально, но не очень. Короче, вы знаете, а в мире вообще сейчас так и делают. И вот кто-то перед уроком спрашивал про нативные веб-компоненты, которые хотят внедрить потом со временем. Так делают сейчас. Это тренд, это полноценный компонент. Почему так произошло? Потому что оказалось, что повторно использовать какие-то компоненты неудобно, если они у вас разбросаны по папкам. то есть представьте, вы в каком-то проекте сделали красивый слайдер. То есть вы сделали javascript, jss вашего слайдера, csss вашего слайдера и html, на который он напирается. И вы, когда хотите перенести это в отдельный проект, вы, соответственно, в другой проект. Вы должны скопировать и то, и другое, и третье, и подключить и то, и другое, и третье в том проекте. И поэтому сейчас мир пришел к тому, что удобнее повторно использовать эти компоненты, когда вы целиком описываете этот компонент в плане шаблона, с которым он работает, в плане javascript кода, который отвечает за управление этим компонентом, и в плане стилей, которые для этого компонента, внимание, являются чисто своими. То есть это не стили, которые для всего компонента будут, для всех компонентов будут использованы, если здесь написать волшебный атрибут скопт, то эти стили будут использоваться только для данного компонента и не для кого больше. То есть сразу решается проблема изоляции стилей и проблема того, что мы могли бы какие-то классы одинаково назвать. И вот правильно пишут система сборки, вебпак, что он сделает? Он это все разобьет по-нормальному. То есть вот это все уйдет в одно место, это в другое место, это в третье место. И поэтому здесь те, кто первый раз вот это видит, изначально недалеко не всегда принимают эту идею. Потому что идея была какая сначала типа разделяем, в HTML пишем структуру, в CSS пишем оформление, в JS пишем JS. А тут типа все вместе. Оно не вместе. Оно просто в одном файле. А так вы вот тут пишите структуру, тут пишите логику, тут пишите оформление. Вот и все. Если вы не хотите тут писать стили, вас никто не заставляет, вы можете отдельно к проекту подключать styles.css и прописывать стили там. Но чтобы компонент был универсальным, чтобы вы его могли перенести в другой проект, решили в мире делать так. Плюс они, если поняли идеи, потому что вы не обязаны быть с ними согласны, главное понять саму задумку автора. То есть, возможно, вы это не примете еще очень долго. это дело добровольное. Да, к этому приходит постепенно. И, значит, у нас наконец-то все установилось, я могу запустить такую классную штуку, как npm run def. Да, upview это компонент. Мы скоро начнем свои компоненты строить и подробнее обсудим принципы их построения. Так, npm run def. Смотрите, что произошло. У нас на localhost порте 8080 запустилось наше первое приложение. Так, оно открыто. Давайте покажу, каким чудом это произошло. В index.html есть ссылочка на директорию dist build.js. Никакой директории dist, заметьте, у нас нет, нигде. Обратите внимание, директории dist здесь не наблюдается. Почему? Потому что это настолько умная штука, что она директорию dist создала у себя в памяти. Точнее, не создала директорию dist в памяти, а просто это все немножко обработано вебпаком, и он во временный файл скидывает этот build.js. Если бы мы с вами запустили npm run там не def, какая у нас вторая команда, npm run build, давайте запущу npm run build, то у нас бы проект сейчас был целиком и полностью построен. Вот это действие, которое программист делает в самую последнюю очередь. Вепак собирает этот проект, минифицирует все и так далее. И вот появляется директория dist с файликом build.js. Вот такой замечательный файлик. Давайте его откроем в блокноте. Вот такой файлик образуется в итоге после всего действия. Но нам build не нужен. У нас система для теста умеет работать и без него. То есть мы с вами просто-напросто когда хотим начать разработку запускаем npm run def. после этого запускается сборщик проекта, который на localhost 8080 будет выводить текущий результат нашей работы. Как теперь вы пишете код? Вы просто-напросто в редакторе кода тупо меняете что-то. Например, я сотру все стили. И у нас автоматом происходит изменение. Беру и стираю весь html код отсюда. Видим то, что html тоже поработает. То есть live reload. Значит вопрос про смысл клай. Клай скрипт был нужен для того, чтобы у меня в консоли появилась команда view. Если бы клай скрипта у нас не было, я бы не смог написать view init getpack simple. То есть если я не хочу view использовать, я просто вот этот кусок кода могу копировать из проекта в проект, как стартовая такая площадка для разработки. Но вот так во view за буквально 5 минут можно настроить систему сборки, которая использует новый стандарт JavaScript. На выходе после запуска команды npm run build дает вам старый стандарт, который будет поддерживаться абсолютно везде. А мы вот после этого готовы перейти к разработке нашего приложения. Так, ну приустаните, если понятно, как мы подключили систему сборки. То есть вот именно так ведется нормальная настоящая разработка на view. а не так, что вы подключили какой-то тег скрипт CDN выкачали библиотеку. Так, хорошо. Теперь, значит, следующий момент. Вот те, кто фанаты Smart Grid, вы сейчас в шок особо не впадаете, когда увидите то, что я сейчас сделаю. Я думаю, один раз за жизнь можно сделать вот так. Ну, что сейчас произошло? Ага, да, я вижу, пошла реакция в чате. Так вот, конечно, когда я делаю верстку, я использую Smart Grid, который написал и который продвигаю. Но смысл какой? Мне из Bootstrap не нужна сетка. Я не люблю Bootstrap-овскую сетку. У меня своя сетка, которая мне нравится. Зачем мне нужен здесь Bootstrap? Чтобы у нас был нормальный вид у этого проекта, чтобы у нас были сразу доступны кнопки, чтобы у нас были доступны девы с классом Alert, например, теми же самыми, чтобы заголовки были нормальным шрифтом оформлены. То есть, конечно, если бы у меня под этот проект были сделаны заранее стили, то я бы мог подключить их. Но вот беру, просто тупо подключаю Bootstrap для того, чтобы появились кнопки, шрифты и прочие радостные вещи. Вот, видим, шрифты изменились. Поэтому, да, вот поэтому, кстати, пишут Bootstrap и жив до сих пор, согласен. Bootstrap этим и силен, то, что в нем есть куча готовых элементов оформления. Конечно, лучше, чтобы у нас были свои стили, но вот Bootstrap мы подключили. Думаю, что ничего страшного от этого не произойдет. Итак, мы с вами сейчас будем делать арифметический тренажер. И могу сразу показать итоговый результат нашей работы. Примерно показать так. Не покажу я вам его так, к сожалению. Чтобы его показать, мне придется сделать немножко другое. Я хочу его запустить, чтобы мы посмотрели на итоговый проект, который нас попросили сделать, как на техническое задание обсудили, какие компоненты нам нужны. Значит, сейчас я перейду в немножко другую папку и здесь запущу npm rundev. Так. Сейчас запустится тренажерчик. Ага. Вот нас попросили сделать такую штуку. Нам дали кучу скриншотов. Значит, вот тренажер. Надо уметь стартовать. у человека предлагается арифметическая операция кнопки для выбора варианта ответа. Если он отвечает неправильно, ему говорят, что он неправ. Если он отвечает правильно, то ему говорят, что он молодец. Все это происходит с хорошей анимацией. И вот так это работает до тех пор, пока он не пройдет один уровень. Соответственно, после этого у него есть возможность либо уровень повторить, либо перейти на следующий. Следующий уровень характеризуется большей жестью в плане каких-то кнопок, больших чисел и так далее. И вот так собственно говоря человек работает на этом тренажере. Вот такой вот проект. Что, может на jQuery проще написать, как думаете? Или на Vue.js проще написать? Не, не проще. Посмотрим настроение. А то может кто-нибудь сейчас скажет, что на jQuery за 10 минут соорудит. Да, проще на голом JSON, PHP. Но PHP вообще шикарно. Этот тренажер будет работать с перезагрузкой страниц. Сабмитнули форму, перезагрузилась. Так вот, где у jQuery в таком проекте начались проблемы? Во-первых, смена контента. Во-вторых, разное количество кнопок, допустим. То есть, генерация этих кнопок с помощью цикла, создания новых элементов в дом. Это вот все на jQuery привело бы к достаточно запутанному и ну такому, не особо приятному коду. Вот, на Vue.js у нас тоже кода будет немало, но ближе к концу, вот ближе к концу второй части занятия вы увидите то, что самая главная идея всех фреймворков это расширяемость и проект на Vue будет расширяться гораздо проще, чем возможный проект на jQuery. Такую штуку нам надо получить. Но разбиваем код на компоненты. значит, у нас есть один креневой компонент, который всем этим делом управляет. Это будет наш AppView. То есть, например, здесь вот будет находиться этот самый там заголовок h1, который будет выводить сюда простое сообщение там MassTraining. Дальше там будет идти вот что-то еще хорошее. Ну и так далее. Теперь давайте подумаем, вот перечислите на ваш взгляд, какие еще компоненты нам здесь нужны. Вот это что за компонент? Поле, контейнер, вопрос, div, но по смыслу. Так, question. Да, стартовый экран, правильно. Правильный ответ это стартовый экран. Вот можно сделать отдельный компонент start screen и кнопка start, чем не компонент. Следующий компонент. Вот это со словом question в чате чуть погорячились. Вот он, question. Ну, действительно, вопрос и варианты ответа. Вот это question. Вот это у нас можно сделать так же, как start screen, можно сделать как отдельный компонент. Ну, это да, либо два разных компонента success и error, либо это один компонент, просто тупо называется как-нибудь message после данного ответа, который принимает настройки и по-разному выводит итоговое сообщение человеку, либо хорошо, либо плохо. Да, вверху мы видим статус бар, который можно сделать отдельным компонентом, а можно оставить внутри нашего корневого компонента. Ну, и вот последний компонент, который здесь есть, это result screen. Вот такой вот компонент. то есть, по сути, наверное, мы насчитали сейчас 4 компонента, можно бить на компонент этот проект как хотите, но у нас их пусть будет 4 для этого примера. А еще анимация, это хороший вопрос, посмотрим, как вовью делают анимацию, при том достаточно скоро. Пока что я сменю папку на другую, и мы запустим npm rundev и начнем работать с нуля. Так, пристаньте, если запомнили компоненты примерно по смыслу. Стартовый экран, вопрос, комментарий этого вопроса и result screen. Так, хорошо. Сейчас я здесь немножко добавлю, может, каких-нибудь стилей. Вот у нас есть upview. Так, upview, что тут хорошего, div.idup. В upview мне не нужен никакой div.idup, у меня пусть это будет div с классом training. Вот, стиле. Значит, давайте посмотрим по поводу стилей. Вот я использую класс training в этом проекте. И я сейчас этому классу напишу, допустим, какой-нибудь max width, там, например, 700 пикселей маржи 0 аута. Я не буду использовать ни строчки bootstrap-овской сетки. Вот, допустим, сделали такой div. Можно здесь использовать sas, но я не буду пока что. Как вы думаете, такие стили рискуют пересечься с другим компонентом или нет? Вот кто как полагает? Ведь я использую класс training безо всякого ограничения. Да, скопт поставлено, правильно. Скопт делает очень интересную вещь. Скопт понимает, что мы хотим замкнуть эти стили в рамках текущего компонента и присваивает эти стили не по классу, присваивает эти стили по дата атрибуту, который он сделал рандомный дата атрибут, дата v и какое-то случайное число. То есть, вот как работает скопт. Он сам вручную изолирует эти стили в рамках текущего компонента, поэтому ни с какими другими стилями они не пересекутся, мы можем быть за это дело спокойными. Так, давайте-ка из папки assets удалю сейчас, ну вообще удалю папку assets и сделаю папку например components. Здесь будут лежать наши созданные компоненты. Нет, вложенные компоненты эти стили не видят, каждый компонент видит свой стиль. Так вот, я сейчас создам здесь несколько файлов, значит давайте вспомним какие файлы у нас есть, у нас есть start screen так точка view у нас есть так у нас есть еще дальше следующий question да, по порядку писать question.vue css по атрибуту медленный разве нет? Но вы понимаете не на том время экономите. Уж css-то в плане доступа к элементам проекту в плане скорости рендеринга ну он его блин одна доля секунды анимации напряжет его больше этот проект так, значит у нас есть question у нас пусть будет компонент который будет называться message это будет вывод сообщения либо все окей либо ошибку произвели и у нас будет значит следующий компонент это result screen вот такие вот 4 компонента чтобы мы с вами получили корректный компонент для view этот компонент должен содержать в себе тег template этот компонент должен содержать в себе тег script и по желанию по вашему может содержать в себе тег style вот здесь мы описываем структуру компонента здесь мы описываем логику работы этого компонента здесь мы описываем стиль этого компонента Соответственно, я сейчас во все четыре файла, во все четыре созданных компонента размещу такую начальную заглушку. Вот как-то так. Так, Result Screen расширение отсутствует. Да, спасибо, что подсказали. Это я погорячился. Сохраним. Кстати, по поводу подсветки синтаксиса. Чтобы в Sublime он у вас работал, нужно в Package Control зайти и установить View Highlighter. И все, он сразу появится. Да, вот правильно, как раз этот вопрос только что задали. Значит, Package Control, Install Package. И вот здесь вот в Install Package ищите View Highlighter. У меня он уже установлен, поэтому в списке нет. Вот, у кого PHP Storm там само будет работать, в NetBeans и в Notepad будут проблемы с этим. Так, значит, мы с вами сделали четыре пустых компонента. Чтобы эти компоненты стали доступны в нашем проекте, нам надо эти компоненты подключить. Во View доступна и локальная, и глобальная регистрация компонентов. Я сделаю, чтобы нам было проще в этот раз, глобальную регистрацию. И для того, чтобы ее сделать, мне надо все эти компоненты подключить с помощью веб-пака. Как вы думаете, вот этот экспорт-импорт чисто веб-паковская тема или нет? Или в будущем будет как-то по-другому? Так, сейчас посмотрим. Так, это Note, S6. Так, это же JS. Ну да, как бы это JS, который просто пока что не работает по-нормальному. То есть, если я зайду на наш любимый CanIUse, то введу сюда, например, импорт-экспорт, JavaScript-модуль. Ну вот, я думаю, что-нибудь типа этого, да, или еще что-то. То мы видим, что поддержка очень низкая, но задумка такая, чтобы это потом работало без веб-пака по-нормальному в браузере. Так, ну а я пока что подключу наши модули. Значит, обратите внимание на то, что я сам выбираю, как будет назван вот этот объект, который я сюда импортирую. Почему? Потому что в самих компонентах принято писать вот так. Принято писать ExportDefault. И это означает то, что мы экспортируем вот этот объектик. Как мы его захотим, так мы его и назовем в тот момент, когда мы его импортируем. То есть он у меня пусть будет называться AppMessage. Могу просто там сделать месседж. Это как захочу, так и назову. Разницы нет никакой. Так, значит, MessageQuestion подключил. У меня есть еще, получается, StartScreen компонент, который надо подключить. Кстати, гляньте, какая удобная отладка приложения. Видите, не в консоли вам ошибку выводят. Не белыми буквами на черном фоне, да, а вот прям в браузере. Это тоже инструменты разработки, которые предоставляются нам с помощью Vue и WebPack, соответственно. Так, значит, Result, Screen, еще один компонент. Вот, я подключил все компоненты. Значит, какие-то проблемы с месседжем. Components пропустил букву N. Все, все компоненты подключены нормально. И теперь мне надо с помощью Vue Component их зарегистрировать. Ни у кого нет ощущения, что мы бы на jQuery этот трекнажер бы уже написали, пока я тут только настраиваю старт нашего проекта. Признавайтесь честно, может кто-то уже такой сидит. Так, а потом, да, вот правильный вопрос, что потом делать. Так, AppQuestion, AppStartScreen и AppResultScreen. Было бы больше компонентов, а не найдешь. Но, да нет, тут на самом деле, кто вот, например, на PHP даже пишет, вспомните в крупном проекте, сколько у вас файлов, особенно какой-нибудь фреймворк есть. Тысячи, и как-то эти файлы находите. А здесь файлов вообще чуть-чуть. Так что найдутся спокойно. Компоненты правильно зарегистрировал. Проверим, но вроде нормально зарегистрировал компоненты. Тут же проверить очень легко. Мы сейчас попробуем вывести какой-нибудь компонент. Например, я вот здесь сделаю div, содержащий единичку в StartScreen. И в нашем корневом компоненте, вот смысл компонентов, я могу обратиться к нашему AppStartScreen. Значит, у Vue.js есть один интересный момент. То, что он умеет поддерживать разные синтаксисы. То есть, он, соответственно, когда зарегистрирован компонент как, допустим, AppStartScreen большими буквами, camelCase, да, там тем же самым, он позволяет потом в шаблоне это писать как через defis, так, собственно говоря, и большими буквами. Так, по поводу правильной регистрации компонентов. А, да-да-да, точно, спасибо. Вот вы про что тут, вы правы. То есть, да, надо передать сюда объект. Почему глобально регистрируем? Чтобы не показывать сейчас всем, чтобы не мучить локальной регистрации компонентов. Вот и все. Вот зарегистрировал 4 компонента. Заметьте, что когда в App.Vue я сделал компонент StartScreen, у меня успешно вывелась единица. То есть, этот компонент успешно отработал. Да, локально регистрировать лучше, но у нас очень маленькое приложение, поэтому нам тут разницы нет вообще никакой. Что за параметры в методе component? Первый параметр — это название нашего компонента. По большому счету, это как будто бы название тега, который мы в дальнейшем сможем использовать в нашем проекте, чтобы подставить сюда конкретный компонент. А второй параметр — это объект, который мы импортировали. То есть, это сам компонент, взятый, допустим, из этого файла. Локальный и глобальная регистрация. Разница такая, что если я регистрирую компонент глобально, я могу его использовать потом где угодно. То есть, при такой системе я могу AppQuestion использовать внутри месседжа и вообще где угодно. А локальная регистрация — это, например, если бы я разрешил использовать AppMessage и AppQuestion и StartScreen и ResultScreen в, допустим, только App.Vue. И больше они тогда нигде не были бы доступны. Вот как-то так. На этом мы с вами сделали наш первый компонент. Давайте теперь просто-напросто сделаем четыре разных компонента, и я покажу задумку в плане переключения этих компонентов. Значит, в Question я напишу двоечку, в Message я напишу троечку, и в ResultScreen я напишу четверку. Так вот, у меня теперь есть возможность здесь изобразить четыре разных компонента. Давайте я это и сделаю. То есть, у меня здесь будет компонент Question. Так, здесь у меня будет компонент Message. Здесь у меня будет компонент ResultScreen. проверяем. Так, один, два, три, четыре, вывелось, все нормально. Но мне их не надо выводить все вместе сразу. Мне их надо выводить по очереди. Что для этого сделаем? Предлагайте. Wave. Да, значит, здесь есть разные решения. Есть такая специальная возможность, которая называется Component, которая по имени компонента будет выводить конкретно этот компонент, который нам нужно. Но, может, если кому будет интересно, есть во View такая классная штука, как Component. Так. Такая. И мы подставляем сюда имя компонента. Но здесь все гораздо проще. Мы с вами просто-напросто сделаем в объекте Data такое поле, как State. И State у меня будет показывать, что я хочу показывать в текущий момент времени. Вот и все. Почему я не использую компонент? Потому что мне в эти элементы надо передавать разные данные и подписываться на разные события. И вот теперь пример так называемых директив во View. VIF – это директива, которая делает ветвление. И я сюда, например, прописываю VIF State равняется Start. Вот такая вот простенькая директива. Соответственно, дальше. Раз есть директива VIF, как думаете, какая есть еще директива? Так. Да, VLs и... Совершенно правильно. VLsF. Совершенно верно. Вот так вот. VLsF. Сейчас я ее накопипачу несколько раз. Ой-ой-ой-ой. Так вот сюда это я зря сделал. Давайте чуть-чуть расширю экран. VLsF. Вот здесь вот будет просто VLs. Unclown State. Ну, то есть, типа, если у нас какая-то ошибка, мы не знаем, какое состояние. Ну и придумаем четыре состояния для нашего проекта. Почему я здесь использую VLs и VIF, а не VSHOW, например? Потому что с VSHOW для многих компонентов не будет работать анимация. Потом свойство transition не прокатит. Поэтому приходится делать именно так. Значит, сделаем разные состояния. StartQuestion получается Message и Results. Вот. И теперь у меня будет отображаться всегда один из этих компонентов, в зависимости от того, какое будет состояние. Вот обратите внимание, я вручную переключаю эти компоненты. И у меня подключается то один, то другой, то третий. Если будет левый какой-то State, мы увидим на экране ошибку. Что наше состояние не опознанно. Вот так вот мы сделали переключение между компонентами. И следующая задача это реализовать аккуратно все эти компоненты, чтобы они работали. Это мы будем делать с вами чуть позже. Пока что обратите внимание, что есть директивы, которые мы пишем прямо около тегов. Так, ну, как будто бы около HTML тегов они управляют тем, что у нас показывается, что у нас здесь работает. Ну да, конечно, вот кто знает про ViewRouter, тут бы он, может, тоже хорошо сработал. Но у нас пока все попроще. Плюсуйте, если понятно, вот такая конструкция, которую мы тут построили. Она может казаться непривычной, но что-то в ней есть. Так. Хорошо, я думаю, нам надо сделать маленький перерывчик. Потому что сейчас будет нужен самый свежий мозг, поэтому запасайтесь чаем. Я думаю, что мы минут за 50 это приложение напишем. Надеюсь, по крайней мере. Его писать совсем недолго. То есть вопрос просто в том, что я же объясняю еще какие-то моменты. А так оно пишется весьма и весьма быстренько. Так, ну ладно. Значит, вот давайте еще об одном моменте предупрежу. Конечно, сейчас себя хорошо чувствуют те, кто, во-первых, знает JavaScript лучше. Во-вторых, хорошо себя чувствуют те, кто знает новый стандарт. Ну вот, например, да. В старом стандарте data так не напишешь, надо писать data function. То есть новый стандарт рулит. Поэтому, как бы, вывод здесь какой. Кто JavaScript знает, не очень хорошо. Не надо начинать с фреймворков, со Vue, React или Angular. Надо JavaScript изучать сначала. Так. Можно файл main.js посмотреть? Да, конечно. Просто регистрируем компоненты. Вот такие вот дела. Ну ладно, значит, сделаем перерыв на 5 минут до 21.13. После перерыва будем дописывать это приложение до конца. Вот как-то так. Кого Vue заинтересовал, держите волшебную ссылку. Можете почитать, что надо знать. Программу открыть и посмотреть, что во Vue надо знать, чтобы писать хорошие большие приложения. Все, отдыхайте. Продолжим через 5 минут. Ну что, давайте потихоньку продолжим. Значит, просьба «плюсы» поставить, когда увидите трансляцию рабочего стола. Когда снова на экране появится... Появится Sublime. Когда появится... Браузер. Угу. Хорошо. Так. Ну окей. Значит, Vue... Не, ну Vuex не будет, понимаете. Vue очень обширен, там тем на полный курс хватит. То есть там есть... Во-первых, директивов очень много стандартных. События есть, модификаторы событий. Про анимации там на целый час можно только рассказывать. Значит, соответственно, для... Для АЕК-запросов Vue ресурс надо пройти. Директивы можно делать свои. Есть такая тема, как фильтры. Есть такая тема, как... Тот же самый Vuex, да, для управления состоянием. Вот. Есть Vue роутер. Для переключения между компонентами. Для связывания, например, с URL-адресом нашего приложения. Есть Mixing, то есть примеси. Там столько тем классных, что просто. Можно рассказывать и рассказывать. Так, ну ладно, значит, продолжаем делать наше приложение. Теперь первое, что я хочу здесь делать, это, допустим, компонент вот этот вот самый StartScreen. Ну и компонент StartScreen у нас будет очень простым. Вот я сюда впишу буквально чуточку кода. Значит, единственное, я вот все-таки смотрю на часы, понимаю, что нам надо чуть-чуть с вами время сэкономить. И поэтому я возьму немножко с 4 в плане того же... Ну, той же верстки, я просто ее возьму. Вот так вот. Просто, чтобы это не писать. То есть, AlertSecondary, допустим, в Bootstrap, Button, H3. Ну вот и все. Тут ничего интересного нет. Значит, напоминаю, что мы с вами совершенно спокойны, безо всяких проблем. Можем здесь дописывать свои стили, которые мы хотим. То есть, там, напоминаю, что вот если я для этого алерта напишу тексты Line Center, то, внимание, я не поврежу этим самым другие алерты, которые у меня есть в приложении. Правда ведь? То есть, это никак не повлияет. Вот это важнейший момент. То, что вы можете совершенно смело и спокойно вписывать стили сюда. То, что никаких проблем от этого у вас не будет. Точно так же я могу, вот это, кстати, очень удобно. Это очень удобно. То, что я могу, например, для H3 и для BTN поставить, например, маржины, которые мне нужны на этом экране. Они не нужны мне, наверное, на других экранах, но на этом экране они мне пригодятся. Я вот взял их, прописал, и они у меня появились, все окей. Потому что это скопт стиля, потому что они придумают, view придумает атрибут, дата атрибут, по которому эти стили будут прицеплены. А так бы мне пришлось бы создавать отдельный класс, а если бы так задал, то все было бы печально. Так, если не видно саблайм, как быть? Но перезапустить страницу, потому что трансляция экрана вроде видна, иначе бы в чате была паника. Вот, еще раз просьба плюсами подтвердить, если понятно, что эти стили не влияют никак на вот этот код. Разумеется, если бы у нас была изначально какая-то верстка, если была бы какая-то верстка, то мы бы здесь стили, может, и не писали, мы бы просто расставили нужные классы. По поводу того, как вот страп подхватывает стиль, если классы меняются. Когда создаются даты атрибута для скопт элементов, у нас классы элементов не удаляются. Классы остаются. Просто добавляется дата атрибут, и, допустим, по bootstrap по классу btn, btn-success дают свои стили, а по дата атрибуту у нас успешно подтягиваются наши скопт стили. Так вот, значит, старт скрин у нас есть. И теперь одна из важнейших задач, которую надо решать при разработке. Как же сделать так, чтобы при нажатии на кнопку старт скрин, система узнала о том, что надо перейти к другому компоненту. Да, вот я вижу, правильно здесь предлагают сделать такую штуку, как клик. Так, как бы мне поместить, чтобы все было видно. Давайте как-нибудь так, что ли, попробую поставить. Ладно, сейчас что-нибудь будем придумывать. Просто у нас из-за баштаба кода очень короткие строки получаются, это неудобно. Да, вот есть такая тема, как клик. Но бар убрать тут мне тоже файлы нужны. Ладно, придумаем. Так вот, по поводу клика. Значит, что здесь очень интересно. Клик это на самом деле просто-напросто одна из директив. V on click это полная форма записи. Собака клик это короткая форма записи для прослушки любого события. То есть теоретически в такую директиву я могу вписать абсолютно любой JavaScript код. И он у меня успешно будет работать. Так. Не хочет он у меня успешно работать. Alert is not a function. Смотрите, alert is not a function по одной простой причине. Вот этот код запускается в контексте, не window, этот код запускается в контексте нашего экземпляра view. То есть любая функция, вызванная вот тут, она будет запускаться в контексте вот этого нашего созданного объекта. То есть если бы я захотел здесь что-то сделать по клику, например, выполнить какое-то произвольное действие, мне надо было бы зарегистрировать методы с помощью такого поля, как methods. Так, methods через h пишется. Вот, зарегистрировать объект. Здесь сделать бы какой-нибудь метод под названием sum, а вот тут уже выполнить кусок произвольного кода. Вот только после этого я могу подвесить вызов метода sum на наш клик. То есть вот теперь все работает нормально, мы видим единицу. Обратите внимание, оказывается, надо понимать, что такое контекст, потому что на клик напишите alert, и оно не работает. То есть вот нужны, как мы видим, опять-таки знания чистого JS. Что я буду делать конкретно в этой кнопке? Вот как вы думаете, этот объект может сам поменять состояние приложения на другой компонент? Или этот должен делать кто-то другой? Так. Контейнер должен делать. Может родитель. Да, внимание. Этот компонент сам не может никак переопределить, какой у нас тут товарищ отображается, по одной простой причине. Поле state у родителя. Компоненты не видят свойства друг друга. И поэтому действует такое правило. Родители детям дают данные, которые как атрибуты заходят в эти компоненты. А дети родителям сообщают о том, что они хотят, с помощью проброса событий вверх. Это называется однонаправленный поток данных. Данные идут вниз, события идут вверх. И для этого существует такая забавная штука. У экземпляров U есть такое поле, которое называется emit. Это метод, который мы можем вызвать и передать, какое событие мы сейчас генерируем. То есть, например, сказать то, что компонент startScreen при клике на эту кнопку сгенерирует в события onStart. И вот на это событие, внимание, главный прикол, на это событие, оказывается, мы можем подписаться точно так же, как мы подписываемся на события клик. То есть, я могу вот здесь вот взять и просто-напросто подписаться с помощью той же самой собачки на событие, которое StartScreen будет у меня генерировать. Собака, он Start. И вот здесь выполнить какое-то действие. Вот такая забавная система. Это один из, по-моему, двух-трех популярных вариантов связывания. Там разное бывает. Есть техника EventBus, есть, значит, передача коллбека как параметра. И вот проброска события вверх, как такое самое классическое. Aimet это специальный метод, который генерирует события на данном компоненте, который родителю отправляет информацию о том, что на этом компоненте произошло событие onStart. Ну, если знаете jQuery, вспомните, там же есть такая тема, как триггер. Например, генерация события. Там, правда, это событие дом, здесь свое событие системы. Ну, вот мы как будто бы точно так же генерируем событие onStart, на которое можем подписаться в этом компоненте. Что нам надо сделать, когда мы стартуем систему? Да, через Aimet можно спокойно передавать параметры. Никаких проблем. Aimet, onStart, 1, 2, 3, погнали. А данные вниз через props. Это чуть позже, погодите. У нас много впереди всего интересного. Все в приложении в нашем будет. Давайте хотя бы что-то для начала получим. Так вот, что в onStart надо сделать, как вы думаете? Когда мы схватим такое событие от дочернего элемента? Как нам переключить компоненты? State, правильно, надо просто поменять state. На самом деле нам не только state надо будет менять, поэтому мы, помимо data, то есть наших данных, которые в этом экземпляре есть, вводим еще поле methods. Это методы, которые есть у нашего с вами компонента. И я скажу, что когда мы услышим событие onStart, пришедшее с этого ребенка, давайте мы вызовем метод onStart, который будет в нашем родительском компоненте. И вот этот метод onStart, он, допустим, сделает что? Для начала он просто-напросто state. Внимание, this, ссылка на текущий объект. State переставит в положение, например, question. Вот так вот. This state присвоить question. Смотрим. Пум. А система-то работает, правда? Чудо какое. Вот у меня переключился после клика на этот компонент, переключилось состояние со старта на question. Что здесь самое главное понимать, когда вы работаете с такими фреймворками? Это едино абсолютно везде, что бы вы ни взяли. Вот у нас есть верхний родительский компонент. Вот у нас есть компоненты дочерни. Значит, суть такая, что любое общение не происходит горизонтально. То есть вот этот компонент ни данные, ни управление этому компоненту не передает. Он просто-напросто родителю генерирует какое-то событие с помощью эмита, как один из вариантов, а родитель дальше решает, что здесь будет происходить. То есть он, например, получив событие от старт-скрина, понимает, что надо переключить управление на question, и при этом надо question потом в дальнейшем дать какие-то данные. Вот. Плюс они те, если такая идея понятна, хотя она, конечно, уже посложнее. Вот. Но это одна из базовых идей общения компонентов друг с другами. Так. Да, друг с другом, а не друг с другами. Да, это удобная система общения, чтобы не было путаница. Когда компонентов становится много, то используются еще всякие штуки для управления состоянием. Да, когда много уровней, это неудобно, поэтому в React есть связка с Redux. Во Vue есть как возможность использовать Redux. Точно так же есть VueX, как их собственное решение. Ну, а мы давайте решим пока локальную задачу, сделаем такой компонент, как question. Значит, по поводу question. Давайте думать, что у нас есть у question. Вспоминайте, у нас есть, значит, сумма двух чисел, четыре варианта ответа. Так. Текст вопроса. Ну, текст вопроса, он всегда простой. Первое число, второе число и знак вопроса. Так. Какие там важные элементы есть у этого question? Так. Прогресс. Нет, прогресс не у question. Внимание, прогресс относится не к question, он относится ко всему нашему приложению. Question – это этап, который дает нам этот прогресс. Так, есть кнопки ответа. Вывести варианты. Это правильно. Но, значит, вот представьте, мы сейчас человеку хотим задать какой-то вопрос. Да, вот у нас есть, допустим, div, там, скажем, какой-нибудь, класс alert, и мы в этом div, например, будем вот в ваш третьем прописывать вопрос. То есть, вот, да, учтите, видите, вы сразу правильно написали сейчас в чате x, y. Вот что в дате появляется в первую очередь. Важно, что у нас есть x какой-то, у нас есть y какой-то. Это первое и самое важное, что есть у question. Вон, 1 плюс 1 равно знак вопроса. По поводу нашего алерта, я сейчас, вот, мы версткой не занимаемся, поэтому быстренько с копипащу подготовленный кусок кода. Ну, просто, чтобы у нас сразу было какое-то оформление сделано. Так вот, x и y у нас какими должны быть? Так, рандомными, совершенно верно. Значит, те, кто хорошо знают новый стандарт и s6, наверняка хоть раз в жизни расстроились то, что в OOP и s6 убрали приватные поля. Приватных полей в JavaScript и не было, но была возможность внутри функции, которую мы делаем классом, написать слово var, и методы этого класса видели бы данную переменную по замыканию. Это было такое кривенькое OOP, которое работало. Такую возможность убрали в новом стандарте, но убрали почему? Потому что задумали систему экспорта-импорта, и фишка какая? Вот здесь мы пишем публичную часть нашего модуля, а в остальном вместе с скриптом мы можем писать скажем так приватную часть нашего модуля. То есть я могу сделать здесь функцию mt-rant от минимального до максимального. И у меня экспортируется во внешний мир только этот объект, а вот эту функцию мы используем как приватную. И если вам нужны какие-то приватные переменные, которые вы хотите, чтобы были видны здесь, но не видны нигде больше, вы можете их объявить вне вот этого объекта. Да, лучше, конечно, выносить эти функции в отдельные модули, но у нас очень такая маленькая функция, которую как бы сейчас быстрее будет так написать. Так, плюс они те, кто знаком со словом led, на всякий случай проверим, и минусы, кто не знаком. Так. Такая маленькая проверочка, пока я пишу здесь алгоритм. Алгоритм округления мы не проходим. У меня на ютюбе в основах программирования можете посмотреть, кому интересно. Что еще забыл? Наверное, надо прибавить мин. По-моему, так. Не проще ли стрелками? Можно ли стрелками? Если писать экспорт без дефолта, то надо... Там просто по-другому импорт пойдет. Там можно экспортировать, если не дефолт, можно экспортировать, допустим, три объекта. И тогда мы фигурными скобками выбираем, какой из них мы импортируем. Там есть нюансы, сейчас не про это. Вот есть mtrand. Давайте я просто-напросто mtrandом от 100 до 200 сделаю наш x и y. О, смотрите, система заработала. 121 плюс 173. Вот, пожалуйста. Вот приватная часть модуля, вот публичная часть модуля. Так, что еще нам надо сделать? Нам надо сделать 4 кнопки, правда? То есть это будет выглядеть как? У меня помимо тега h3, здесь наверняка будет еще располагаться какой-нибудь div. Так? Ну, пусть у него будет там класс buttons. Я, по-моему, такой кусок стиля скопировал, да? Вот. И внутри него будет, получается, располагаться тег button. Вот он, допустим, с классами btn и btn success. Вот, вопрос в чем? Мне сейчас надо 4 раза эту кнопку скопировать или нет? Кто как думает? Или как-то по-другому можно решаться? Вот, Виталий, да, почему 4 их там разное количество? Вы абсолютно правы, но мы код будем улучшать постепенно. То есть сначала захардкодим 4, потом сделаем передачу параметров несколько вариантов ответа на текущем уровне. Здесь, да, правильный ответ. Есть такая директива, как v4, которая может пробегаться по массиву и в рамках этого массива распечатывать все его элементы. Для этого, для того, чтобы легко такой массив получить, мне его надо создать. Но здесь его создавать неудобно, во-первых. Во-вторых, такой массив зависит от некоторых данных в нашем объекте. Почему зависит? Потому что это не просто массив из 4 рандомных чисел. Скажите, сделайте, пожалуйста, поправочку. Это не просто массив из 4 любых рандомных чисел. Почему? Да, совершенно верно, одно число должно быть правильным. И поэтому я буду использовать такое свойство, которое будет называться computed. Это специальный объект, в котором записываются свойства, которые рассчитываются на основе других. То есть, например, я бы здесь мог сделать такое поле, которое бы назвал answer. И я бы записал сюда просто-напросто return this x плюс this y. Я бы теперь мог вот сюда прямо человеку написать вот так, облегчив его участие в этом тренажере. Смотрите, какой классный тренажер, правда? Пройдут абсолютно все. Даже те, кто считать сроду не умел. Вот это смысл computed свойства. То есть, это свойство, которое рассчитывается на основе других. И что очень важно, оно изменяется только тогда, когда изменяются свойства, от которых оно зависит. Вот такая замечательная задумка computed поля. Вот, плюс они, если понятна идея computed, именно идея, то, что такая вещь нужна, это зависимость, которая описана прямо в компоненте. То есть, нам не надо это рассчитывать заново. То есть, как бы вы писали это в какой-нибудь jQuery, вы бы писали это вот так. Вот так вот писали. Отличие от watch, то, что watch надо вручную прописывать. Watch x, watch y. Плюс, отличие от методов, то, что при перегенерации шаблона методы все вызываются заново, а computed свойства ререндерится лучше, оптимальнее. Да, это свойство именно view. Это вот мы описываем объект view, это именно viewшная тема. Я computed свойством сделаю случайный вариант ответов. Вот сейчас мы на чуть-чуть отвлекаемся от view, потому что я здесь сделаю формирование массива случайным образом. То есть, создается какая-то переменная, какой-то, допустим, пустой массив. Значит, обратите внимание, что первым элементом этого массива у нас по-любому является this x плюс this y. Мы этот массив возвращаем. И сразу хочу показать директиву, которая может выводить этот массив v for. Вот кто на PHP что-то писал, знакомый синтаксис, как в твиге шаблонизатор. Да, как бы и просто циклом for теги выводите. v for, допустим, number in ansys. И будем number выводить вот сюда, в тело этой кнопки. О, смотрите, 332. Классно, правда? У нас уже происходит вывод на экран одной кнопочки. Тогда возникает вопрос, а как же нам сделать так, чтобы у нас кнопок стало больше? Что для этого нужно учудить? Так, push сделать. Да, в массив добавить. И вот она идея фреймворков. Данные не связаны с их выводом. Мы работаем с данными здесь, вывод происходит здесь. Этим вещам пофигу друг на друга. Это так называемая модель, например, а это шаблон. Потому что, что здесь классно, эти данные могут идти из функции, могут с сервера приходить. Шаблону неважно. Шаблон принимает массив. А здесь неважно, как это выводится. Здесь этот массив создается. Ну и я думаю, мы здесь запустим такой алгоритм, который будет генерировать нам какое-нибудь случайное число. Значит, генерировать он его будет до тех пор, пока количество элементов этого массива, допустим, меньше четырех, вот до этих пор будет выполняться данный цикл. Здесь мы будем генерировать какой-нибудь неправильный вариант ответа. Значит, смотрите, как я его буду генерировать, чтобы ответы были похожи друг на друга. Я хочу, чтобы они генерировались не совсем случайными, а чтобы они генерировались в некотором диапазоне, в некотором разбросе, чтобы человеку было сложнее отличить правильно от неправильного. Поэтому предлагаю сделать как-то так. Будет переменная good, и мы будем вот здесь выбрасывать случайное число, которое от хорошего отличается, допустим, в разброс в диапазоне, правильный ответ минус 20, правильный ответ плюс 20. И вот это будет наше случайное число какое-то. Как вы думаете, когда человеку проще, когда разброс больше или когда разброс меньше? Вот кому как кажется. Так, меньше. Где-то страница замедляет ваш браузер. Ладно, это я думаю, он пошутил просто. А, нет, ну конечно, while, res, lens меньше 4. Я забыл, что у меня браузер sync, я запустил бесконечный цикл нашему бедному приложению. Значит, я буду в res пушить вот это число, но есть одна маленькая оговорка, одно ограничение. То, что кнопок у меня 4, но не должно быть повторов. И поэтому очень простой алгоритм. Если res индексов нам идентичен минус единица. Переведите-ка на смысловой язык вот эту проверку. Res индексов нам равно минус единица. Да, если не содержит такого числа, совершенно верно. И вот хорошее предложение, как бы правильный ответ ставить не на первое место, а на произвольное, потому что иначе тоже будет решать как-то слишком просто, правда? Но как нам сделать случайную сортировку массива? Здесь, значит, есть такой очень прикольный способ. Есть функция sort, которая принимает в качестве параметра два элемента а и б, и решает, как их сортировать. А можно при сортировке выбрасывать что-нибудь типа вот такого. Масс рендом больше 0,5. Вот такое странное решение. Так вот, значит, что такое масс рендом больше 0,5? Масс рендом – это число от нуля до единицы, поэтому у него 50% вероятность, что оно меньше половины, и 50% вероятность, что оно больше половины. Вот, и поэтому... Так, и поэтому... Ну-ка, кстати, проверим, правильно или нет. Да, вот поэтому оно сортируется случайным образом. Вот как-то так. Видим то, что правильный ответ в данном случае попал на второе место. Вот такое computed свойство ANSUS, которое генерирует нам несколько кнопок. Так, ну плюс аните, если примерно понятен такой алгоритм, он совершенно необязательный, можно сделать по-другому, но вот я решил написать это так. Вопросы тут пишите тоже по коду. Теперь при нажатии на каждую кнопку мне надо прослушивать события. То есть, давайте вот я вот так вот перенесу. Меня при нажатии на каждую кнопку интересует то, что человек дал такой ответ. И поэтому я здесь, например, напишу на клик мы вызовем наш специальный метод on answer. И смотрите, я в on answer могу не просто написать эту функцию, она будет вызвана без параметров, с параметром события. Я могу сюда вот таким волшебным образом написать on answer number. На что влияют параметры функции sort? Ну, я бы мог здесь написать a,b и написать так. Если, допустим, a больше b, возвращаем единицу, иначе минус единицу. Это сортировка то ли по возрастанию, то ли по убыванию. Это надо смотреть. Возвращаем единицу, когда одно число больше другого, минус единицу, если меньше. Ну, это такая стандартная сортировка произвольным образом, по нашей логике. Ой, 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 точно, спасибо, что подсказали. Какой var? led, конечно. Нам сейчас разницы нет, но, конечно, конечно, как бы на новом стандарте хочется писать, правда ведь? Точно так же можно здесь поставить стрелочную функцию, но тут просто особой разницы нет, стрелочная она будет или такая. Стрелочная функция, самое главное, сохраняет контекст, в остальном она не так крута. Так вот, я сейчас могу добавить методы. Вот сейчас мы пишем с вами самый, наверное, сложный компонент из всех. Он ansa, который принимает нам. И давайте просто-напросто я сделаю alert нам. Вот, видите, я отслеживаю, по какой кнопке я нажал, эти кнопки подвешены на разные события, происходит alert. Ну что, что мы здесь можем с вами проверить? Так, откуда взяли number? Смотрите, for, v4, number in ansas. ansas это массив, number, это как в forage туда попадает один вариант, один элемент этого массива. Я его могу использовать как в атрибутах, так и в теле. Да, то есть, правильный или неправильный ответ, понять это достаточно несложно. Можно просто-напросто сравнить нам с this x плюс this y. И мы поймем, правильный ответ или нет. Так, функцию может надо передать и клик и верный ответ и там сравнивать. А зачем нам функцию передавать верный ответ, если она может это вычислить? Более того, верный ответ вообще можно было бы сделать computed свойством, чтобы два раза не складывать, но это не так важно. Значит, что здесь... Ну хотя давайте сделаем computed свойством, действительно. Давайте вот так вот поступим. То есть у нас будет свойство good, вот такое, которое делает тритон x плюс y. И что мне это дает? Это дает мне то, что я могу теперь вот это свойство good использовать сразу, везде, где только захочу. Здесь могу использовать this good, здесь могу использовать this good, this good, вот, могу использовать this good, и вот здесь, чтобы не складывать вручную x и y. давайте в консоль логи проверим. Консоль лог единичка, консоль лог нолик. Так, are you ready? Start. Ну что, складываем, наверное, вот это. Так, я что-то сломал, похоже. Где-то неаккуратно... А, нет, я же консоль лог, а не алерт сделал. Все правильно, видите, единичка, нолик. Вот в консоль все идет. 106 плюс 157, 263, единица вывелась, нолик вывелся. Вот как-то так сделали вывод о том, правильный результат или нет. Как вы думаете, что дальше? Вот наш текущий компонент понял, правильный ответ или неправильный произошел. Каковы его действия? Он сейчас будет алертом выводить человеку, что все плохо или все хорошо или нет? Так, вот спрашивают про разницу между var и led, разница в зонах видимости. У led зона ограничена любыми фигурными скобками, хоть цикла, хоть и far. Да, кидать event. Правильно, менять state на message я бы и рад, я не могу, потому что это компонент question, а за смену состояния отвечает компонент другой. за это у нас отвечает компонент общий. Так, немножко верстки, пусть будет. Так, button что-то у меня тут. А, btn давайте. btn-чиком чуть побольше отступ, да? Так, да, и события надо кидать, правильно? То есть, давайте мы здесь вот сделаем с помощью emit, здесь сделаем проброску события какого-нибудь в духе, ну, какое может быть событие? Например, 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 success, а вот здесь сделаем проброску события error. Если success нам, по идее, ничего передавать не надо, а если error, то что нам по-хорошему надо бы передать? Как вот вы думаете? Правильный ответ, номер вопроса, текст, текст, ошибки, описание. То есть, этот компонент вполне может формировать свое мнение о том, какая ошибка здесь произошла. Ну и ошибка, которая здесь произошла, она выглядит примерно как-то так. Я так полагаю, это, например, this x плюс this y это совершенно не обязательно, можно это было бы и во внешнем компоненте делать, присвоить this good и восклицательный знак в конце. Ну, то есть, это, знаете, такое сообщение об ошибке. Оно может быть здесь, может быть не здесь. Это дело добровольно, можно хоть три параметра передать в эту функцию. То есть, самое главное, что я сгенерирую для родительского компонента success и error в случае правильного или неправильного ответа. И, внимание, вопрос, что же тогда должен сделать родительский компонент сейчас, раз я там генерирую либо success, либо error. Так, меняем state, это да, но он пока не услышит эти success и error. родительский компонент не прослушивает эти события. Вот смотрите, как мы за стартом наблюдали. Видите, как мы за стартом наблюдали? Нам также надо подписаться на другое дело. Правда ведь? нам надо также подписаться на success. Давайте сделаем метод on-success on-question-success и точно так же нам надо подписаться на on-error on-question-error. Ну и, собственно говоря, вот теперь мы можем начать выводить сообщения. Да, я чувствую, мы с вами сегодня засидимся. Вы как, бодрячком или спать уже хотите? Потому что у нас так, нам еще есть что тут попрограммировать. Так, давайте, да, кто как. Окей. Вот, подписались. Делаем два этих метода. Значит, в метод сойдем. on-question-success on-question-error on-question-error принимает msg как параметр. Ну и давайте готовиться к нашему компоненту. То есть я однозначно и там, и там буду переключать, конечно же, встать на message. Вот, но видите, и так message получил, и по-другому message бы получил. Но мне надо теперь для этого месседжа передавать параметры, потому что success-error должны быть оформлены по-разному. Допустим, хотя бы были классами, оформлены какими-то, ну и получали бы разный текст, который надо вывести. Как мы можем этого добиться? Вот, допустим, у меня есть компонент up-message. Значит, чтобы передать из родителей в него какие-то параметры, можно использовать следующую схему. Up-message, как компонент, объявляет такое свойство, как props, это параметры, которые он принимает. допустим, он принимает параметры, такие как type и текст. Вот как-то так. Кто знает, как теперь мы можем из главного компонента эти type и текст в него передать? то есть у нас впервые такая задача, чтобы данные от ребенка шли, от родителей шли к ребенку. Одну секунду, я скопирую HTML-код, чтобы просто на него время не терять. Вот более интересные моменты объясню, а просто сам HTML возьму сейчас. Ну, разумеется, как и оформление. Потому что на это время нам сейчас терять нельзя. Атрибутами тегов да, совершенно верно. Если месседж заявляет, что он как props принимает type и текст, это означает, то что при генерации такого модуля я ему могу передать какой-нибудь type, допустим, сам, и могу передать какой-нибудь текст, например, ааа. И теперь, если я в этом месседже захочу вывести атрибут текста, я могу сделать это сразу, несмотря на то, что он ни в data, ни в computed, нигде не объявлен, просто потому, что я его передаю как параметр. Обратите внимание, в месседже ааа было успешно выведено. Вот это система спуска данных вниз от родителей к детям. Чтобы эти данные подставлялись сюда динамически, чтобы сюда подставлялась переменная сам, а не строка сам, нужно написать здесь vbind. Это специальные директивы для генерации атрибутов. И более короткая, более любимая всеми запись это двоеточие как сокращение от vbind. Точно так же, как собак, это сокращение директивы vbind. Но это ладно, к этому вы привыкнете. Пока что плюсаните, если понятна идея. То есть мы как будто бы делаем обычный атрибут у тега и в компонент эти данные передаются через с прос. Так. Хорошо, да, плюсы потихоньку идут, но уже не такой большой толпой, как раньше, потому что, конечно, если вы видите view первый раз, то ей учиться надо дольше, чем просто сидеть и смотреть, как тренажер пишется. Ну да, это ладно. Значит, здесь в data я, допустим, введу просто один объект message. У него пусть будет как раз-таки type какой-то непонятный, у него будет текст поля. Этот объект message я буду использовать, когда буду выводить на экран наше сообщение message type message text. Да, похоже на xml, да и на html похоже, на все похоже. А вот здесь получается, когда у меня есть такой message, который я всегда вывожу, я должен просто-напросто взять и на on quest success и на on quest error сделать вывод сообщения, сделать изменение этого message. То есть, например, смотрите, я должен в message поставить текст в положение, допустим, good job. Здесь я должен текст в этом сообщении поставить в переменную msg. То есть, опять-таки, как это все работает? Ребенок родителю прислал информацию, родитель поменял свои данные и это все на автомате пошло ниже, потому что данные реактивные. Давайте посмотрим. Start. Неправильно. Нас наругали. Start. Выбираем правильный ответ. Нас похвалили. Вот как-то так. При этом хорошо бы их по-разному оформить. Соответственно, для этого давайте будем задавать здесь тип success, а здесь тип error. Как вы думаете, почему я использую именно два этих слова? Почему я не использую слова good, bad? Вопрос к знатокам верстки. Почему именно два таких слова? даже не error, а, наверное, там worry какой-нибудь будет. Bootstrap, да, у него такие классы по умолчанию есть. Message type, да, спасибо, подсказываете. Если видите опечатки, подсказывайте, потому что время позднее, легко можно сбиться. Да, в Bootstrap есть такие классы, и я в Message сейчас это буду использовать. Буду использовать это вот таким суровым образом. View замечательно работает с классами. можно при работе с классами здесь, скажем так, сделать возврат строки сюда, то есть какой класс мы сюда подставляем. Либо как computed свойство, либо просто вывести в двоеточие класс строку alert, например, и приклеить к ней что-нибудь, то есть, например, alert плюс type. Давайте так попробуем сделать. Проверим. О, смотрите, good job. Смотрим дальше. Start. Выбираю неправильный ответ. Так, warning, почему-то неправильно, потому что там не warning, а warning, наверное, все-таки. Да, это вот, видите, в bootstrap не так силен, поэтому написал неправильно. Но вот наша система отработала хотя бы в плане того, что она говорит нам о том, хороший мы дали ответ или плохой. Слушайте, а что за кнопка continue? С ней-то что делать? С этой кнопкой? Вот есть какая-то непонятная кнопка, на которой написано continue. Опять на question менять. Ну да, опять наш стандартный алгоритм. При клике делаем просто-напросто emit on next неправильно написал одну секунду. Просто вызываем метод emit в этот момент, в момент клика. Дальше вы все уже знаете. В месседже мы, получается, подписываемся на on next название произвольное и когда у меня происходит метод on next то как правильно вы написали надо просто-напросто state поменять на question. И вот сейчас я думаю наш тренажер будет бесконечным. Видите? Вот уже зациклили наш тренажер будет работать вечно сколько мы с вами только захотим. Вот туда-сюда скачут состояние система сама их контролирует. Вот плюс аните если понятно вот это переключение здесь просьба сосредоточиться плюсики поставить даже если лень если спите может носом на клавиатуре не важно самое главное чтобы понимать что вот видите пробросили события сообщение стоит и меняем все работает просили вести счетчики я только за значит давайте введем здесь какое-нибудь поле stats будем в нем хранить данные про success по дефолту равные нулю и error по дефолту тоже равные нулю при этом я предлагаю сделать еще в нашем большом объекте такое поле как computed зачем для того чтобы например сделать сюда поле quest done и оно равняется очень простому this stats success плюс this stats error то есть я не хочу чтобы у меня было два счетчика которые считают одно и то же я хочу сейчас сделать чтобы один счетчик ссылался на другие вот как-то так пусть будет computed quests done я насколько понимаю вы просили не дальнейшую логику работы системы вы просили анимацию да признавайтесь я видел в чате писались анимация анимация так вот анимацию нормальные люди делают на css но js нужен зачем чтобы этой анимацией управлять и во view придумали просто гениальную систему то что если у нас переключение идет между двумя компонентами то все работает просто супер гениально я единственное сейчас положу их в единый контейнер я просто потом буду добавлять прогресс бар мне все равно это придется сделать пусть они лежат в div с классом box так он мне сам что ли этот div закрыл да вот и в нем у меня будет лежать такое замечательное свойство которое называется transition у кого какие ассоциации со словом transition так свойства css да так вот я придумываю сюда такой атрибут как name допустим назову flip и теперь при переключении с одного компонента на другого view будет делать одну очень веселую вещь она будет компоненту который начинает появляться ставить сначала класс flip enter потом flip enter active а компоненту который уходит будет ставить класс flip leave а потом flip leave active это она делает автоматически исходя из name flip и в css я могу добавить такую очень простую штуку я могу добавить эти классы я это напишу вручную хоть это css чтобы вы лучше поняли мы добавляем класс flip соответственно enter так мы добавляем класс flip enter active flip enter добавляется сразу когда элемент начинает появляться flip enter active это элемент который это класс который у нас есть в момент анимирования элемента точно так же leave и leave active так давайте их пропишу leave если честно мы сейчас делаем только один вид анимации потому что потому что ну тут про одну анимацию можно целый час рассказывать вот и кто хочет это подробно все на курсе я покажу ссылку на который уже кидал там там очень много классных возможностей поверьте сейчас сами видите значит вот у нас есть 4 класса которые управляют этой анимацией как я буду делать анимацию мне нужны кейфреймы значит кей frames допустим сделаю кейфрейм flip in x так это вот я лишнее написал и flip in x делает очень просто он делает кейфрейм from transform допустим rotate x ну допустим 90 deck to rotate x 0 deck это какая у нас сейчас анимация будет элемент как будет себя вести кто как думает так а здесь я напишу flip out x повернется на 90 градусов так от 0 до 90 крутанется по экватору да вдоль оси x и у меня действие здесь очень простое animation время анимация название анимация и я еще поставлю liner просто чтобы она нормально шла flip out x 0.3 liner проверим вот видите они как-то дергаются непонятно да 0.3s во-первых это я ошибся как вам работа этой системы нормально или не очень посмотрите на нее так крутое схлопывание да какая-то какая-то жесть происходит непонятно то есть явно что-то не то чего бы мы с вами хотели что же здесь случилось значит здесь дело в том что у нас эти элементы анимируются одновременно нижний элемент что-то вроде не анимируется с этим разберемся еще но они одновременно здесь и поэтому в transition предусмотрели такую классную штуку как режим мод и например есть мод out in это значит что они будут не одновременно анимироваться сначала полностью завершится анимация первого элемента потом пойдет анимация второго элемента ничего себе чудеса гляньте какое чудо получалось все система сама работать стала как надо бац все все работает да так что давайте пишите как-нибудь свои ощущения от анимации от такой что это что это за магия это офигенная магия вот правда это самое крутое управление анимацией которое только можно придумать почему потому что мы даже временем не заморачиваемся что делает фью она сама парсит CSS сама ищет сколько времени длится наша анимация она умеет это искать как в animation так и в transition она сама значит на JS управляет потом этим исходя из того сколько времени длится CSS анимация то есть она синхронизует синхронизирует процесс анимации CSS и процесс управления этим на JS то есть вот что здесь происходит про анимацию очень много что есть рассказать там на курсе будет целый отдельный урок про это. Потому что там можно и JS-ником управлять, и транзишены делать, и так далее. Чтоб не выглядело как магия. Да, расскажу, потому что на самом деле можно делать анимацию с помощью транзишен не только на CSS, но и на JS. Там есть callback done, который вызывается, там есть очень много всего. Вот это все подробно подробно расскажу. Но сегодня это уже не успеть. Нам надо тренажер доделывать. Так вот, наши компоненты замечательно переключаются. Теперь по поводу самого тренажера. Что в нем не хватает? Присмотритесь. В этом тренажере. Progress bar. Так, раз, еще. Да, и конца в нем не хватает. Совершенно верно. То есть где-то должен быть result screen. Поэтому я введу в наш главный объект. Такое поле, как question max. Пусть оно у меня будет равно трем. Пока что. И вот по поводу того, сложно сделать progress bar во view или нет. Вот смотрите. Давайте мы зайдем, куда мы зайдем. Не знаю, давайте мы сюда зайдем. Не люблю я этот сайт, но не то, что не люблю, он хороший сайт. Просто сетку я в нем не люблю. Все остальное в нем замечательно. Так, значит, копирую я progress bar. так, встраиваю progress bar куда-нибудь вот сюда, допустим. Куда бы мне его встроить? В бокс или чуть ниже? Давайте чуть выше вот встрою progress bar. Я удалю все, что мне здесь не нужно. Мне не нужны никакие минимум, максимум вейды. Дайте мне, пожалуйста, просто обычный progress bar. безо всякого, безо всяких добавок. Так вот. Так, значит, спрашивают, сколько будет курс стоить по view.js, если такой курс вообще есть. Так я же ссылку на него кидал. Есть, конечно, такой курс. Вот. Вот он курс. Переходите по ссылке. Он сейчас за... Сейчас там 9800 на нем стоит. Стоимость. Так вот. Это чуть дороже базового курса. Просто потому что тема сложнее. И я поясню, почему это еще чуть дороже базового курса. Вот кто видел, что базовый там по скидке 6900 стоит. Потому что проверка dz на базовом курсе и проверка dz на продвинутом курсе это вещи совершенно разные. Вот честно. Когда один скрипт на базовом курсе пришел, его открыл за 2 минуты, прочитал. И когда пришла такая система на проверку либо архивом, либо pull request на продвинутом курсе, это, ну, это очень сильно отличается, поверьте. Вот. Но это ладно. Значит, давайте все-таки к тренажеру, потому что, понимаете, у меня есть один минус с точки зрения курсов. Я не маркетолог. То есть маркетолог бы вам сейчас рассказал то, что курс, то, что в UGS увеличивает зарплату там в 2 раза. Ля-ля-ля, все такое. А я вам говорю, пошли тренажер дальше делать. Так вот, в нашем тренажере я хотел сделать следующее. Я хотел сделать вывод прогресс-бара, правда? То есть, вот есть этот прогресс-бар. Он слишком сильно прилип к боксу. Сейчас я у бокса добавлю маржины. Так, одну секунду, буквально. У бокса добавлю маржины 10 пикселей 0, например. Отлично. Так вот, как сделать прогресс-бар? Внимание, вопрос. Вот у нас есть количество максимальное, сколько у нас есть вопросов в этом тренажере. И у нас есть количество сделанных вопросов. Как же тогда отобразить прогресс-бар? Если есть максимальное количество, и есть. Так. Есть, значит, количество текущее. Вот правильно предлагают computed, например, сделать. Давайте я в computed сделаю такое свойство, как прогресс-стайлс. И здесь есть один прикол, можно вернуть объект. Объект, в котором будут написаны инлайн-стили для этого элемента. Ведь прогресс-бар это инлайн-стили, его вид. И вот, как нам правильно сказали, ширина этого элемента, это что такое? Это количество сделанных вопросов, деленное на количество вопросов всего. Правильно говорить, что умноженное на 100. И одна маленькая поправка. Какая единица измерения нам тут нужна? процента. Да. Нужны проценты. Сохраняю. И в прогресс-бар вписываю стайл прогресс-стайл. С компьютер-свойства это тоже гениальное изобретение. Потому что они позволяют нам вот тут написать всю эту дикую логику. Когда в атрибуте стайл на джава-скрипте начинают идти какие-то сложения, пробелы, конкретенация строк. Вот это все вообще вымораживает. А сейчас я думаю у нас есть шансы что прогресс-бар заработает. Не захотел заработать где-то и ошибся. Так. Давайте посмотрим где я не прав. Так. Что нам напечатали в прогресс-бар? Витс 0%. Почему-то витс у этого элемента не меняется никогда. Так. Quest done это stats success А, конечно, я же stats не плюсую. Правильно, не подсчитывается stats. Ведь там, где on question success надо делать the stats success плюс-плюс а вот здесь надо делать the stats success the stats error плюс-плюс Вот. И тогда я думаю у нас сейчас есть шанс что все будет очень даже нормально. О, смотрите, какое чудо. Progress bar заработал. А почему он так быстро бежит? Как мне сделать его анимированным? Снова tag transition писать или нет? Как думаете? я вот не хочу допустим тег transition писать transition в CSS cache никогда не путайте то, что вы делаете на JS и то, что вы делаете на CSS то есть у вас есть bootstrap класс progress bar что они ему витс не поставили сами в transition я не знаю могли бы и сами transition написать для progress bar но раз уж они не написали то это сделаю я на свойство width поставлю transition допустим 0.5s смотрим на результат вот оно все работает нажимаю я эти клавиши наугад но вот progress bar наверху ползет можно его сделать вообще отдельным компонентом который будет принимать параметры максимума и текущего вот как-то так то есть бац transition CSS сам все сделал progress bar получил прослушку стиль с атрибутом style как и с атрибутом класс очень много приемов работы можно возвращать строку можно возвращать массив можно возвращать объект можно возвращать массив и внутри него объекты строки и все прочее намиксовано это тоже рассказ там не на 10 не на 20 минут вот поэтому плюс 1 если понятно как легко и просто сюда встал progress bar так тут конечно видно то что идет разделение тех кто уже почувствовал что javascript сложный да и тех кто javascript понимает на таком уровне чтобы понять вот это вот и это видно по количеству тех кто уже спать пошел им будет сниться jquery сегодня так то что как на нем все просто пишется но мы продолжаем значит дальше у нас есть вот такая штука что когда мы нажимаем на continue у нас есть ситуация что что все что как бы три вопроса из трех пройдены и поэтому я думаю что при клике на on next мы должны сделать проверку if this quest done меньше чем получается this ой 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 а как я в sublime включил множественный курсор я просто на sublime недавно перешел и случайно это сделал так если question done меньше чем а control нажал ну понятно подстава такая да наверное control меньше чем question max то в таком случае this state question а в противном случае this state result вот как то так не знаю ошибок вроде не должно быть проверим да control плюс левую кнопку мыши ну наверняка знаете как народ удивился неделю назад когда впервые на моих вебинарах sublime увидел просто все в шоке вдруг стали так все привыкли notpad там notbins какой-нибудь так result вот я поставил этот state когда видим photoshop вместо paint никогда на прошлой неделе увидели авокод я не буду photoshop на уроках показывать разбор макеты и в авокоде можно сделать так вот вышел наш наконец-то result screen по поводу result screen давайте я его честно признаюсь я его скопирую потому что я вам хочу показать не то как мы сейчас делаем простой компонент который не сложнее месседжа а даже проще его я вам хочу показать как мы легко можем расширить эту систему допустим введя следующее требование заказчика то есть уровни сложности поэтому result screen я сейчас быстренько вот так внедрю прокомментирую вам его смотрите мы кидаем stats success stats error props stats это значит то что мы из нашего главного элемента в result screen передаем вот этот самый stats наш так то есть мы вот здесь делаем stats спрашивают что на соблайн перешел но понимаете и в надбинсе и в надпаде проблема с подсветкой вью давным-давно была никуда не делась PHP шторм тяжеловат хотя многие его любят вот соблайн ну как бы ну он реально классный тут и плагинов много и вообще просто все удобно вот соблайн мне понравился так значит stats я передаю сюда внимание двоеточие нельзя забывать потому что если я так не напишу сюда будет передана переменная stats не будет передано поле нашего объекта теперь result screen у меня генерирует события repeat и next level события то что хочет человек повторить этот уровень и то что он хочет перейти на следующий пока этой кнопки может и не быть то есть я пока что подпишусь просто-напросто на repeat и в repeat будем вызывать знаете что мы будем вызывать снова метод onstart вот так а в методе onstart мы просто-напросто раз человек хочет текущий тренажер повторить мы будем в методе onstart помимо state question какие значения обнулять вот человек хочет начать тренажер заново повторить текущую так success error правильно stats надо обновить this stats success 0 this stats error 0 0 и внимание какое чудо меняем эти на нули у нас quest done тоже становится равен нулю вот она реактивность вот они компьютат свойства ну проверим я еще не тестировал как это работает continue continue success 1 error 2 repeat опа видите даже прогресс бар утек то есть нам не надо это контролировать компоненты сами взаимодействуют между собой вот она реальная реактивность данных тупо обнулили error 0 success 0 прогресс бар утек система обновилась все работает как надо вот плюс анете если вы понимаете что в jQuery у вас такого не будет никогда ни реактивности ни такой вот зависимости одних данных от других то есть нет там этого кстати в реакте почему я именно курс по view сделал меня просили по реакту курс вообще так уж получилось в реакте нет автоматической абсолютной реактивности несмотря на то что называется реактом там для этого нужно подключать редукс использовать не state компонента а передавать state вместо state в props передавать вот чтобы эти данные автоматически спускались вниз к дочерним компонентам потому что так данные реактивны если state меняется у компонента а детям это не идет а здесь самый прикол в том что и детям эта реактивность идет вот что тут круто ну по поводу нашей системы ну вроде работает прикольно вот человек может участвовать в этом тренажере я пока кликаю наугад вот могу заново повторить так сложно в коде разбираться из какого компонента куда что передается но понимаете тут проблема в том что ну не придумали как это писать лучше то есть в jQuery это получилось бы знаете что здесь хорошо можно взять один компонент другой смотреть то на один то на другой на то как один взаимодействует с другим если в jQuery это превратилось уже там в строчек 200 кода то вот там было бы сложно вверх-вниз бегать и смотреть кто с кем как взаимодействует так а что бы не работало на реакте из этого функционала из этого знаете из этого наверное все бы работало точнее нет если бы я менял просто message text message type то если бы message там как бы не новый появлялся а старый ну как бы использовался бы тот же самый компонент то у него вот эти данные бы не обновились у ребенка если бы мы не сделали принудительный апдейт компонента либо если бы там не постарался редукс да вот как Тарас правильно про редукс пишет и вот опять же что самое главное вот что хочу показать и что хотел этим уроком сказать представьте вы сделали то же самое на jQuery я думаю что есть умельцы которые сделали бы это быстрее чем мы сейчас написали это на view может кто-то бы и на чистом джессе быстрее сделал но представьте к вам приходит заказчик и говорит слушай вот у нас 4 кнопки вот у нас вопрос отдай-ка уровни сделаем по сложности то есть уровень первой тренажера 4 кнопки числа от 100 до 200 или там числа вообще от 20 до 30 потом будет второй уровень тренажера там 6 кнопок числа побольше как вот я не знаю как бы вы написав код на jQuery на это отреагировали мне кажется что реакция была бы очень интересной когда вы на jQuery это написали забыли и после этого вас просят улучшить функционал вот и давайте посмотрим как мы это сделаем здесь значит у нас дело в том что question пока что не особо гибкий и чтобы он стал гибким он должен принимать конечно пропсы если честно существует вообще такой парадокс я его буду подробно освещать на курсе то что несмотря на то что дети могут внутри себя хранить какую-то информацию главный парадокс программирования такого компонентного подхода заключается в том что удобнее когда все данные хранятся у родителя а у родителей есть свои родители и тоже удобнее чтобы данные хранились у них и это приводит к такому парадоксу что вообще удобнее всего когда есть один объект описывающий все приложение вот как раз Redux принес эту идею в React и она расплодилась по миру это кажется полным бредом хранить всю инфу в одном объекте но в современном мире это именно так у нас пока приложения поменьше так я передаю сюда settings в наш компонент в какой компонент в компонент question и у меня в settings вот давайте просто прикинем что будет чтобы прикинуть я в app.view сделаю такое поле которое будет называться level это номер уровня и сделаю такое поле которое будет называться levels это массив у которого внутри лежат объекты так предлагайте что у каждого уровня есть так вот по минимуму хотя бы ну номер это ладно это 0 плюс это индекс плюс 1 то есть номер текущего уровня мы пока что упростим это level level плюс 1 так количество цифр значит правильно variance здесь в первом уровне пусть будет 4 давайте даже упростим variance 2 сразу будем смотреть на разницу сделаем 2 уровня первый уровень наш текущий variance 4 так диапазоны допустимых значений значит from в нашем случае это 100 200 можно min max коэффициент диапазон ну вот возможно разница да range разброс значений 20 в плюс и в минус то что нас уводит я думаю нам пока что такого хватит давайте вот первый уровень сделаем для детей это числа будут от 10 до 40 с разбросом в пятерочку вот и вариантов там будет всего 2 а второй уровень будет уже серьезный это from 100 тут 224 а третий уровень сделаем вообще какой-нибудь дикий от 500 до 900 с разбросом 40 и вариантов будет 6 есть так вот что надо передать в question как вы думаете так ссылку на курс просит сейчас скину а кто видит то что знаний javascript не хватает вот ссылка на базовый курс если не хватает знаний для текущих тем что же мы будем передавать в наш question то есть мне сюда явно надо передать какие-то настройки settings да время ответа ограничить тоже можно вот напишите в чат что передавать есть четкая запись что я должен вписать в settings одно слово второе слово как мне туда передать текущий уровень level это номер уровня я туда передам а не сам уровень так индекс массива да level это индекс массива да level satay ну почти level satay то есть levels от level вот так передать то есть мы можем использовать здесь обычный синтакс из javascript это выражение javascript которое выполняется и в setting значит который я получу в question я совершенно спокойно буду использовать какие-то из этих данных давайте проверим я сломал все или нет по данному этапе вроде пока не сломал попробую сломать settings from settings to settings from settings to так settings from settings to значит дальше settings range settings range кстати я по-моему очень сильно ошибаюсь когда так пишу кто внимательнее скажите где ошибка ошибка очень жестокая это не будет работать количество ответов тоже могу поменять settings variance this молодцы правильно конечно мы обращаемся к полю текущего объекта только this позволит нам это сделать так this settings range this settings так вот так вот так бац передали настройки на текущий уровень почему два ответа потому что на первом уровне сложности этого тренажера я указал variants 2 и у меня этот массив когда с помощью цикла while генерируется он идет до двух элементов в этом массиве да вот с улыбкой пишут а дальше ну плюс они если понятно как мы settings строили в equation и мы сделаем последнее усилие в этом нашем проекте так оно выглядит примерно как-то так result screen click emit next level а здесь я подпишусь на result screen собака next level значит он next level предлагайте что мне вон next level сделать ну первое действие я за вас здесь напишу this level плюс плюс а еще the state question а нет не надо еще ровно одна строка кода state start нет не надо state start можно конечно но но можно и так тренажер запустить он же next level нажал у нас state question да тоже можно а еще статсы надо обнулить правда так ведь settings внимание смотрите очень важный момент вот то что пишет денис не надо менять settings потому что мы плюсуем level и данные реактивны в этом весь кайф мы просто тупо плюсанули level и это значит то что вот здесь settings который передается как level sat level сам поменялся ради этого мы в ю используем вот это дает силу самую главную вот поэтому здесь мы действительно обнуляем success но не надо обнулять его вручную опять таки важно понимать что вы работаете в OOP и у вас есть метод onstart уже написанный вы поменяли level вы запустили onstart и вот смотрите что получится are you ready давайте я буду наугад нажимать чисто для интереса то есть мне тут не так важно правильно я отвечу или нет видите провалил первый уровень перешел на следующий типа дай-ка может на следующем нормально буду считать вот вдруг получится видите на следующем уровне каким-то непонятным чудом везет угадал 3 из 3 бывает и такое вот ну здесь наверное угадать уже вообще нереально поэтому будем допускать кучу всяких разных ошибок ну вот не знаю вдруг опять повезет видите опять повезло но случайности случаются если кто не понял как так получилось что я 6 раз угадал сложные числа там просто смотрю на последнюю цифру и тренажер легко решается да то есть сумма последняя цифра в числе говорит какой правильный ответ и поэтому наверное самый сложный расспрос был бы сделан не рандомно а если бы были числа похожие последние цифры отличающиеся на десятку вот это был бы реальный тренажер по-настоящему сложно вот мы перешли от уровня на уровень на следующий что я этим хотел показать то как мы легко и непринужденно добавили во view.js новую сложность вот заказчик попросил внедрить систему уровней пошли и внедрили а не то что на jQuery думали бы там бегали бы по файлу с 500 строчек кода и вписывали бы то одно куда-то то другое ну что плюсуйте если поняли зачем это все нужно у нас количество вопросов должно меняться не у нас меняется количество вариантов ответа так вот спрашивают понимаю на курсе только фронтенд на сервер не полезен работа с сервером начинается там по-моему на шестом уроке там будет view ресурс кто захочет кто умеет хоть azix axios подключит хоть еще что-то сервер там будет в каком виде я дам серверный код будет php которая умеет отвечать на ваши запросы считаем что бэкэнд разработчик вам как будто бы дал готовый функционал и API к которому вы обращаетесь по поводу количества ответов тогда надо квестмакс если мы хотим количество ответов сделать разным для каждого уровня мы должны выбить отсюда квестмакс и в левелс это добавить ну и над этим тренажером еще есть где поработать конечно потому что можно сделать прогресс бар для уровней можно сделать общую статистику то есть например перед тем как обнулять при он next level вот эти старты да можно ну например success и error из текущего состояния сохранить в более общий массив вот по поводу сборки но не обращайте внимания на много красного в консоли это обман он просто success сюда не выводит только ошибки по поводу самой сборки npm run build и у меня все тикает 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 вот можно сделать допуск на следующий уровень по нулю эроров правильно да это тоже можно добавить можно значит еще классно сделать знаете что можно сделать вот в чате предлагали супер вещи я про это утром думал но понял что мы это не успеем просто на сегодняшнем уроке это еще минут 10 надо сделать так чтобы у человека в квещене тикл таймер и если он за 10 секунд допустим не отвечает сразу ошибка типа вы опоздали стали наверное считать на калькуляторе вот теперь у меня появилась вот здесь вот папка dist build в итоге весит 101 килобайт это много это конечно многовато для такого маленького проекта хотя одна jQuery весит наверное около 80 килобайт если бы вы ее подключали просто это же без gzip код то есть они хвастаются что view весит gzip она там 23 килобайта весит а так 80 а вот у нас в итоге 101 что касается кода то он пережат он обработан с помощью углифая все тут у них нормально и понимаете вес этого кода нарастает получается не так быстро если вы добавляете новый функционал просто потому что ну просто потому что view один раз добавлено все остальное это ваш самописный код он по чуть-чуть наращивает этот проект что касается уровня поддержки то этот стандарт перегнан в конечно же ES5 то есть ES6 чистого тут не осталось а вот по поводу запуска этого кода в интернет-эксплорерах и в Edge там же большой вопрос не в ES6 а не в Babel а в том что для эксплореров надо для эксплореров надо подключать символ полифил на символ подключать да чтобы они это тоже понимали они вообще в этом плане конечно заразы глупые как такое поддерживать если нет исходников понимаете такое нельзя поддерживать без исходников это же это же вообще жесть ну как такое без исходников поддержишь это не минифай CSS да это вообще полная жесть такое поддерживать без исходников этим кстати и хорош Бейбл. Понимаете, в чем кайф-то, опять же. Вот многие боятся, что стащут их JavaScript-код. Стащи, пожалуйста, тащи такой JavaScript-код. Да, давай, вот проще заново все написать, чем такой JavaScript-код расшифровать и превратить во что-то стоящее. То есть обратно его не перегонишь, потому что Aglify-код ломает, и Бейбл так код ломает, что его просто читать невозможно. Это здорово. Это просто круто. Спрашивают, кто ИЕ пользуется, но заказчики ИЕ не пользуются, но если их какой-то неаккуратный программист научил заходить в CanIU, то они заходят вот сюда и видят ИЕ11 3.22%. А это очень много. Это прям реально очень много. Ну, понимаете, 3% клиентов. Представьте, у заказчика оборот у фирмы 10 миллионов в месяц, например, а вы ему говорите 3.22% клиентов не увидят ваш сайт нормально. Что думает заказчик? Он умножает и понимает то, что вы его сейчас пытаетесь ограбить на 322 тысячи за месяц. Вот и все. Поэтому, как бы, некоторые, ну, некоторые просят поддержку. И их можно понять. И ладно, там браузер, который полпроцента людей. Ну, а 322 это все-таки очень много. Ну, ладно, плюсуйте, если вам понравились наши опыты с Vue.js. Остались самые стойкие, как я вижу. Вот. Такой экскурс. Очень много вещей, конечно, я думаю, могли остаться не до конца понятными, более сложными. Да, но это, конечно, все надо подробно изучать. Я вам хотел показать только то, как ведется нормальная разработка на Vue. То есть не то, что вы подключаете с CDN-а какой-то файл, в нем там пишите прямо в HTML-теге, или как на прошлом вебинаре по Vue, если кто-то видел, компоненты описывали прямо в строковом виде. Это тоже криво. Ну, вот. Поэтому, да, кто заинтересовался, давайте, курс по Vue у нас скоро стартует. Да, запись появится на YouTube уже скоро. И вот у кого остались позитивные впечатления, кому не лень, просьба ВКонтакте какую-нибудь радость черкануть. Вот есть специальный пост с отзывами в группе. Ну, просто там либо смайлик, либо радость какую-нибудь пишите, либо напишите, что jQuery фигня в Vue рулит. Или наоборот, если вам Vue не понравился, можете написать, что jQuery рулит. По поводу курса. Курс будет идти с следующей среды. Вот. Сейчас на него действует скидка самая большая. Еще там 2-3 дня. Так что, кто хочет, заявочку оставляйте и вперед. CSS в компонентах обязательно использовать или можно отдельным файлом? Никто вас не заставляет использовать CSS в рамках компонентов. Видите, мы Bootstrap. Bootstrap же мы CSS подключили безо всяких компонентов. И радостно используем эти стили. Базовый, когда теперь? Базовый теперь 26 января, предположительно. Там на базовый тоже можно записаться. как раз только сегодня открыл запись. JavaScript для продвинутых будет ли в январе? Нет, в январе базовый, продвинутый, если вот не текущий поток, то это только потом уже. Да, только дальше. Еще был когда-то продвинутый курс по JS чисто OOP и AJAX, такой философский курс. Вот. Но насчет него не знаю, пока вот именно Vue, там потом посмотрим. Курс по Vue и верстке получится совмещать, зависит от вашей загруженности. Как бы теоретически, конечно, можно, но в DZ есть и там, и там, и их надо делать. React и React стоит изучать после Vue. Ну, смотрите, я сам React изучал до Vue, но как бы мне как-то повезло, что я за неделю с ним разобрался. С React. Написал на нем там другие тренажеры, которые иногда показываю, которые со следующего года, надеюсь, внедрить вообще во все процессы обучения на курсах. Вот. Ну, может быть, знания JS помогли, может еще что-то. Но я вот сейчас сравниваю, как выглядят React и Vue, и у Vue есть ряд преимуществ несомненных. Для новичка полная реактивность данных, очень легкая разбивка на компоненты, нету JSX, к которому надо тоже привыкнуть. В этом плане как бы все удобно. Так, в смысле занятия не пересекаются. Но если сейчас идет речь про курс Smart Grid и Vue, то и тот, и тот курс веду я. Поэтому занятия точно не пересекаются, потому что это было бы достаточно проблематично. Как бы мне мне вести и один курс, и другой в один и тот же день в 8 вечера по Москве. Вот. Поэтому, поэтому да, занятия не пересекаются. Так, именно для больших проектов в React есть TypeScript, чтобы типизация была. Ну, типизация типизаций во Vue для надежности есть тоже определенная типизация пропсов. То есть, то, что я вам показал массив пропс, это только прикидка, потому что это самая короткая форма записи, а так пропс можно валидировать по типам данных, по каким-то инстансам от своих классов. Это все контролится. То есть, типизируются именно пропсы. Мы можем на них такую валидацию делать, как на типы, так и на значения. Так, вкладку вопроса еще хотел глянуть. Как использовать Vue для обычных сайтов для многостраничников с натяжкой, со скрипом? Не то, что со скрипом можно использовать, но, как правило, тогда Vue управляет каким-то определенным компонентом, потому что, как уже говорил, Vue легко использовать на многостраничном сайте на готовых HTML-тегах, если вам пофиг на валидацию. Если вам не пофиг на V3C, то Vue сталкивается с рядом проблем. И почему сталкивается? Потому что на стек-оверфлоре и везде написано так. Знаете, как они пишут? Молодцы. Ребят, типа, вы не должны смотреть на валидность кода, который будет у вас в HTML. Вы должны смотреть на валидность кода, который будет после того, как отработает Vue. И расскажи потом заказчику и SEO-роботу, что... SEO-робот, подожди, не смотри на V3C, скомпилируй, значит, документ после того, как Vue отработает, и только потом на него смотри. То есть, не бывает такого. Поэтому Vue на многостраничниках использовать сложнее, и, как правило, его хорошо использовать, когда вы Vue генерируете валидные компоненты. То есть, например, у вас есть выбор товара, div с классом choice, и вы в этот div рендерите ваш компонент, который уже сложно устроен. SEO-роботу такой компонент и не нужен, потому что там нечего индексировать, там тупо теги select, допустим, идут, и вот он у вас появляется, идет выборка этого самого товара, например. Так, насколько применим для крупных сайтов, легко применим. вебпак поддерживает Vue, так, я думаю, мы увидели. Как отношусь к Python, Django, нейтрально. Если поправить стиль компонента в чужом коде, покажет ли инспектор, где искать? Да, потому что он рисует source map. Почему Vue, а не Angular или Reactor, сказал? Делективы экспорт в теге скрипта TS6, но TS6 это в браузере, этот момент TS6 плохо работает, поэтому это вебпак. Это не Vue, это будет едино и в React и так далее. Можно ли писать в компоненте на Jade? Ну, наверное, вебпак на это настраивается. Ну, на 100% настраивается, просто надо. Так, во Vue мы используем название классов Bootstrap, а как SmartGrid работает со Vue? SmartGrid со Vue никак не работает, SmartGrid это сетка. То есть, можно подключить сюда при создании проекта использование SAS, например, там была такая галочка, я N нажал, сгенерировать SmartGrid просто-напросто как отдельную библиотеку, да, подключать ее импортом и вызывать здесь какие-то команды. Но, как бы, то есть, все работает как обычно. Так, а Vue, JS компоненты и нативные, что сейчас есть? Ну, это же все преобразуется, то есть, такое в браузере пока работать не будет еще. А тогда все описание нативных компонентов, оно очень похоже. Кто-то говорит, что это будущее веба, кто-то говорит, что он никогда не наступит, этот момент. Но, как бы, нативные тоже примерно так выглядят. Так, как к Laravel отношусь? Ну, положительно отношусь вообще к фреймворкам. Но на PHP у меня немного другая история, у меня там своя огромная такая полу-семс, полу-фреймворк, которая 4 года где-то разрабатывалась. Вот, и поэтому на ней просто быстрее все делаю. А так, к фреймворкам отношение, конечно, положительное. Так, типа, кастом элементса это они нативные, но, как бы, такое, почитайте веб-компонентс, вбейте в гугле, вы увидите, что там есть примерно такая же тема, вот, но она не работает еще. Ну, ладно, да, вот, я думаю, на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание, долго мы с вами просидели, но вроде так плодотворно, надеюсь, получилось, поэтому, кто хочет, приходите, да, приходите на курс по Vue, приходите на базовый курс, если вы видели, что знаний Джесса не хватило для понимания этой темы. И попробуйте сами, попробуйте, напишите install vueclay, напишите vueinit webpack simple и вперед, вот, будет у вас все точно так же работать. Да, ну, и кому не лень, просьба еще отзыв в ВК черкануть. Вот как-то так. Все, всем пока, хорошего настроения, успехов на YouTube, ждите запись и до встречи на курсе. Субтитры создавал DimaTorzok